Он вообще что-то сейчас доказал про веганство и сыроедение? Огульные махания руками, открывание широкой амплитуды рта, ну и неподвижная кепка, разумеется, больше никаких доказательств нет. Товарищ Старк, ну покажи свою морду-то, а? Слабо? А почему? Что за Старк? А может быть имя есть у этого Старка? Может фамилия, отчество? Так покажи, где ты живёшь? Почему это нельзя знать? Ты какой умный, больно. Безусловно, будет ещё очень много умников, и эти ещё что-нибудь начеркают и так далее. Разумеется, и интеллектуально, и информационно, и так далее, и так далее. Тягаться со мной они, конечно, не в состоянии, эти Старки и кепки, но будут гадить, безусловно. В этом я не сомневаюсь, потому что они полны желчи, зависти, злобы и так далее. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Сегодня моё видео в основном для моих старых, постоянных зрителей, кто смотрит в том числе рубрику «Сосиска в голове» по развенчанию, так сказать, вот всяких наглых, циничных ахайщиков, тех, кто не может спокойно жить в мире, где всё-таки веганство начинает приобретать большие масштабы, в обществе, где духовные и моральные ценности, нравственность и этическая сторона вопроса становятся на первом плане, а также биологические вопросы наконец-то разъясняются полно, освещаются, и все объемлющие доказательно. Так вот, их рвет на куски от того, что они сами хотят жрать любимое мясо, ну и, соответственно, любой ценой готовы оправдать свои порочные привычки, пристрастия и зависимости, выдавая их якобы за необходимость, напротив, якобы, веганство, сыроедение – это глупость, мракобесие и так далее. Ну и они, естественно, бездоказательно пытаются на себе рвать волосы, ну и каким-то образом разным, всегда смешным, пытаются доказать обратное, ну то есть свою веру в любимую сосиску, о чём у меня целая рубрика на моём канале. Итак, давайте сегодня мы поговорим о двух товарищах. Ну, в связи с тем я сделал эти выпуски, что вот этот, например, любитель Бали в кепке, которая у него, видимо, на голове полностью уже приросла или приклеена, он её не снимает ни в 40-градусную жару, ни в холод, как видно, на экране даже курточку одел на улице пасмурно, но кепка приросла. Вот, но дело не в этом, а в том, что он тут говорит. Говорит он тут про меня, да и ладно бы говорил что-то по делу, ну то есть доказательно. Ну, нет, как всегда. Вот и я сейчас покажу вам, что он говорит про меня, потом разберу это, ну а дальше про другого товарища. Называется это видео и его последствия от веганства и сроения. Ну, естественно, он сделал его после того, вот больше месяца назад, как я тоже одно видео сделал его разбор подробный, аналитические посылочки будет здесь, да, и вот сейчас на экране вы видите, что это за видео. Ну, а теперь разберём. Да, ну и тут он, конечно, просит денежек. Он, видимо, занимается производительным трудом, серьёзным, да, его работа, видимо, заключается в том, что он болтает по, так сказать, вот через интернет. Я тоже болтаю, но я это не считаю вообще работой. Хотя, конечно, это труд, немалый труд. Многие люди, большинство согласятся, что это тоже работа и труд. Я таковым это не считаю. Я считаю трудом это не только, во-первых, это обязательный физический труд, неважно какой, и, конечно, труд созидательный в любом случае. То есть то, что человек своим трудом, умом, разумом, руками, неважно, производит, сохраняет, создаёт. Главное, созидает, творит вокруг себя. А всё остальное это так, как приложение. Естественно, такие высказки, такие выкрики собирают себе поклонников, потому что многие разочаровались в чём-то, ну, от того, что сам человек дурак, понаделал кучу ошибок, не получилось у него что-то, он раздражён, он досадует. Ну, естественно, вымещает зло, как нечестные, малодушные, низкие люди делают, якобы свою неудачу экстраполируют на вину природы или тех, кто говорит совершенно об обратном. То есть у них не получилось, и виноваты все, а вернее виновата само питание, тип питания или законы природы, да, потому что в природе никто не варит, не жарит. Человек тоже биологическое существо, и вполне понятно, что жарка-варка – это извращение законов природы. А, значит, можно как угодно мыслить, что-то додумывать, веровать во что угодно, но всё это будет не больше, чем просто самоуспокоение. Из-за своей слабости, ну, там, глупости, недалёкости, так. Нет, ну, анекдоты. Я с программистом своим начал при монтаже общаться и говорю, вот, что-то он там с кепкой приклеен, то ли, я говорю, может, викторину провести, ну, так в шутку, что, мол, на что он там кепку приклеил? На скотч, на клей ПВА, ещё на что-то. Он там ха-ха говорит, нет. Он, говорит, у него есть видео, оказывается, где он это объясняет. Я, типа, мне прислал. Полысел на веганстве. Ну, помните, я предположил, что-нибудь там лысина, что ли, и он закрывает её кепкой, но он был прав. Значит, суть в том, что, опять-таки, вот, чуть-чуть послушал, он какую херню несёт. Наслушался где-то про редуктазу там и так далее. Альфа там, то, сё, умные слова звучил перед видео, чтобы без ошибки произнести. Молодец. Да. А есть облысение у тех, у кого много тестостерона, у качков, у культуристов? Да дофига. И поэтому, хоть бы понимал, что несёт. Но, опять-таки, я вот просто поражаюсь, какие выводы он... Да, что об этом говорить. Ну, и вот, действительно, снял кепку. Есть такое видео, я был неправ, что он без кепки где-то в видео, что его нигде нет. Хотя, вот, я смотрю, куча. Но, в основном, он в кепке. Но, правда, есть. Вот, ну, ошибся я. Ну, заодно и предположение было верно. А какие выводы он из этого делал? Опять кибрид. Не на веганстве он, а на дури своей полосил. Так, теперь давайте смотреть, что же он тут говорит. Сегодня я вам поведаю самые неприятные последствия от пребывания на веганстве. О, какой умный. Интересно, он о своих последствиях поведует? Или он именно поведает, как бы, о своих? И на этом примере захочет сделать вывод, то есть умозаключение, что совершенно всё так же у всех остальных людей. Либо на сыроедении, либо на прокторианстве. Куча последствий негативных от веганства, с которыми, к сожалению, люди сталкиваются впоследствии и не понимают, что это связано именно с этими системами. Но лучше быть вооружённым, я подумал заранее, если вы по каким-то причинам решили или подумываете перейти на этот путь. Все проблемы со здоровьем на веганстве, на сыроедении, на фрукторианстве, я, конечно, вам в рамках одного видео не смогу перечислить. Их довольно много. Вот я тоже в рамках, по-моему, видео уже 15 перечислил, объяснил, где вот эти гавруны и крикуны распинаются, а вреди и так далее, вот голословно. Я чётко, аргументированно, прям пошагово объяснил, где какую чушь они несут. Вот те, кто захочет свои 5 копеек ставить, ну, кто склонен думать так же, как этот товарищ, кто любит мясо жрать, ну, и хочет, конечно, это оправдать любой ценой, да, и ему проще ахаять, выкрикнуть, озлобиться. Ну, конечно, таким абсолютно, значит, я считаю, что нет смысла писать. Наглые, злобные комментарии всё равно удалю. А что касается рациональных, попробуйте доказать обратное. Только доказать. Не то, что вот я перестал, а мне стало, а вы знаете, что миллионам людей, да, там, миллиардам, тоже стало плохо. Вот тоже плохо. И они живут мясо, у них миллионы болезней. И что? Так что давайте пошагово и разумно пробовать анализировать. Опять-таки, что он говорит? Самые основные проблемы, с которыми вы, скорее всего, столкнётесь, я расскажу вам в этом видео. Я столкнулся с некоторыми проблемами, когда был на 99-процентном растительном питании. И хочу также сказать вам, что я наблюдаю эти проблемы у многих веганов и сыроедов, которые обращаются ко мне с вопросом. Я наблюдаю очень многих веганов и сыроедов, которые обращаются, и это не потому, что веганство и сыроедение неверное, а потому что люди ошибки делают. Так же, как и на любом другом типе питания. Так же, как даже врачи делают постоянно ошибки. Врачебные ошибки вообще существуют? Ну, я их знаю огромное, великое множество. И что? Людям вообще свойственно ошибаться. Большинству людей. Как поправить теперь их здоровье после пребывания на 100% растительном питании? А как поправить здоровье тех людей, которые пребывают на 100% не пойми каком питании и зарабатывают себе гигантское количество болезней, от которой умирают раньше положенного срока в 2-3 раза? Не на гигантстве, не на сыроедении. И поэтому хочу вас заранее привести речь, чтобы бездомно не срываться на вот эти вот очень опасные подходы по жизни. Привет, я Маркус. Как вы уже, возможно, знаете, мне 55 лет. И я так здоров, потому что я питаюсь тем, что для нас создала природа. Но есть еще один человек в моем городе, кто живет всего в нескольких километрах от меня. И он делает то же самое. И он веган-сыроед. Он делает свежие соки, просто ест все это. Он ничего не готовит. Его пища такая, какую ее создала природа. Джон, расскажи нам в общих чертах о твоем образе жизни. Конечно, я просто ем овощи и фрукты, сырые, неприготовленные. Такими, как их создала природа? Верно. Я делаю из них соки, я делаю из них смузи, или просто нарезаю салат и ем. Это не так уж и сложно. Ты выглядишь так, что по твоему виду нельзя определить, сколько тебе лет. Как будто у тебя нет возраста. Сколько тебе лет? Ну, я никогда не говорю в моих видео, сколько мне лет. Но я могу сказать, что я выгляжу на 10 лет моложе, чем на самом деле. Я думаю, ты выглядишь на 20 лет моложе. Ну, может, лет на 10-15. Это субъективно. Этот парень, вероятно, намного старше, чем вы можете предположить. Я хочу сказать, почему я выращиваю пищу в моем дворике, которую вы, друзья, увидите через минутку. Пища, это самое главное, это то, что вы кладете себе вовнутрь. Мне нравится держать под контролем то, что я ем, выбирать, что мне есть. Но самое главное, как была выращена пища, которую я ем. Я выращиваю много сладкого зеленого горошка в этом сезоне. У меня есть разные сорта зеленого горошка. Здесь растет много салата латука вместе с морковью, с некоторыми дикорастущими растениями. Я выращиваю также много съедобных цветов. Растения всех цветов радуги. Здесь растут овощи из семейства крестоцветных. Цветная капуста, брокколи, голубой кейл. Там дальше растут деревья колорда. Здесь перец, который остался на ветке засохшим с прошлого года. У меня есть некоторые азиатские травы. Много чего растет здесь. Я не могу поверить, друзья, что это задний дворик обычного пригородного дома. Здесь мы как в деревне. Посмотрите на это. Столько много салата латука. Это невероятно. Там у меня пара фруктовых деревьев. В сезон у меня есть несладкие фрукты, такие как помидоры, огурцы и другие. Поймите меня правильно, я не против фруктов. Я ем фрукты каждый день. Но, по моему мнению, зелень – лучшая пища. Когда вы срываете свежие молодые растения, едите их. Это совершенно отлично от того, когда вы едите зелень из магазина, которую сорвали давно, перевозили. Возможно, прошло уже несколько недель с тех пор, как ее сорвали. Номер один. Посредствия, которые я обобщил одним словом. Депрессия и неприятие мира. Людей. Сюда я включаю целый ряд состояний. Он же великий медик или биолог. Он включает сюда. У него своя система подсчета. Аналитические какие-то, так сказать, мыслительные операции, которые он проводит. Он складывает единую стройную, четкую, видимо, систему. Классифицирует эти последствия. Молодец. Давайте послушаем. У веганов это раздражительность, это нетерпимость другим людям, это злоба. Так, ну вот сейчас он меня будет прокатывать. Давайте так, нетерпимость, раздражительность. Сразу давайте спросим. А есть ли, сами у себя спросим. А есть ли нетерпимость, раздражительность, злоба у тех, кто потребляет мясо? Ну, я так думаю, что просто вот я поражаюсь, как можно нести такую чушь, когда ответ очевиден, что в основном-то у них и есть агрессия, депрессия. Кстати, вы знаете, что среди веганов очень много йогов, а наоборот, я так-то скажу, что йоги, а их очень много, в основном веганы, вегетарианцы и, конечно же, много из них сыроедов. Так вот, в основном это люди пассивные, по темпераменту флегматики, спокойные, терпимые, спокойные и так далее люди, да? Или давайте так вот, напишите, кто йогой занимается, ну, серьезно, кто йог такой не по моде, типа фитнеса и так далее, а по складу мышления, ума, образа жизни, то есть стиль жизни, это их внутренний мир, да, такой, который отражается в их внешних проявлениях, в том числе в питании. Так какие это люди? По-моему, вполне, я таких знал, ну, сотни лично, это спокойный, уравновешенный, определенный тип людей. И питание вообще здесь не имеет значения, хотя нет, имеет, в том смысле, что они еще стали более спокойными людьми, но потому, что были таковыми. Ну, а теперь про меня. Это усталость. Если снова посмотреть на то, как себя ведет Фролок, например, сыроед, веган, микрорадиолог, то здоровый человек сразу заметит со стороны, по его роликам, о состоянии его психики. Это как-то, каким же образом-то? О его встревожности. У меня вообще никакой встревожности нет, ну, только за встревожность у меня, вернее, есть, за судьбу планеты, встревожность у меня есть, вот то, что леса горят, а их практически, в общем-то, не тушили, пока к этому не привлекли общественное внимание. У меня есть беспокойство за многие вещи, которые творятся, несправедливые вещи, как у любого человека, небезразличного. Вот это у меня есть. Он постоянно, просто, ну, везде, постоянно называют людей дураками, идиотами. Его все раздражает. Вот, стоп, значит, ну, такого вот, как он, я, конечно, называю идиотом, но это не значит, что я называю, тем более, постоянно людей идиотами. Я вообще людей идиотами не называю. Я, действительно, мне иногда пишут, ну, скажем, одно из сотен писем, всегда есть такое, типа, вот я с вами, например, согласен или не согласен, но я вот не согласен с тем, или не согласен, что вы вот оскорбляете людей только потому, что у них свое мнение или что-то в этом роде. Я поражаюсь, откуда у людей, вот, ну, этот, понятно, он хочет мне как бы отомстить, и просто попытаться, не за что же больше зацепиться. Он эту стезю гонит. Ну, ладно. А люди в основном, я поражаюсь, неужели непонятно? Ну, вы хоть посмотрите, товарищи дорогие, кого я называю дебилами и так далее? Что, всех людей? Или всех мясоедов? Ну, у меня тоже есть знакомые и по работе, разные люди, в том числе мясоеды. Я что, их называю идиотами-то? Нет, конечно. Я называю идиотами, дебилами те, кто либо как быдло говорит, рассуждает, пишет, глумится, хорохорится, и при этом как шариков, это первый типаж, ну, типа таких, хе-хе-хе, все это херня, все это там, и начинает дальше в этом же стиле. Ну, конечно, я дебилами таких называю. Теперь, либо тех, кто, невзирая на аргументы факта, а я всегда в начале, и мои зрители не дадут соврать в этом смысле, даже кто пишет более-менее всякую глупость, а не просто, знаете, когда человек спрашивает, ему непонятно что-то, да я, естественно, объясняю, даже пишу время индивидуально на это трачу, но, или отсылаю по ссылочкам, вот, на видео, которое я рекомендую посмотреть. Если даже человек пишет какую-то глупость, и даже немного нагло и надменно, я тоже бывает, что не удаляю его, не хамлю, а просто говорю, посмотрите-ка вот эти ссылки, потом скажете, напишите, да? Но если человек нагло, огольно, глумливо начинает выпендриваться, не имея никаких доказательств, вот как вы, дорогие друзья, вот к этому относитесь, и какое терпение может быть на подобное? А человека вообще в курсе, что можно довести вообще до чего угодно? Я-то вообще, многие пишут, как вы терпите, наоборот, пишут мне такое. Поэтому многие люди, наоборот, считают, что я очень терпелив. Итак, давайте здесь подведем итог. Я не ко всем мясоедам, да, не совершенно не ко всем, а к маленькой-маленькой той части наглых идиотов-хамов, надменных, безмозглых, таких вот идиотичных представителей человеческого общества. Собственно, таких много среди совершенно разных вообще людей, да, и здесь питание, это ни при чем. Просто вот что он либо не хочет, либо не может понять, что у меня обостренное чувство справедливости. Во-первых, ну это главное, что не дает мне, тем более, моя, что называется, профессиональная в этом смысле деятельность, общественная деятельность, тем более, не позволяет мне пропускать мимо ушей и оставлять, ну, без ответов, тем более, что многие люди не могут сами ответить адекватно, достойно, таким хамам и наглецам, и поэтому, наоборот, благодарны мне, что я за них это делаю. Поэтому я помогаю многим людям, в том числе, найти адекватные ответы. К тому же, для многих людей помощь даже, я бы сказал, то есть, ту помощь, которую они, вот, в виде моих видео используют в жизни своей, так сказать, отвечая кому-то из знакомых, из друзей, тоже наглецам, хамам каким-то. Потом, к тому же, что есть такой метод, это шоковая терапия для спящих мозгов, условно ее так можно назвать. И что же, мои все видео, что ли, такие хамоватые? Нет, конечно, малая часть. Посмотрите любые мои лекции, там, например, зубы, гипертония, часть вторая, там, ну, предположим, да, там, какие-то прочие, что же я в них хамлю и говорю как-то невежливо, более чем корректно, вот как сейчас, вежливо, спокойно, четко говорю, но, это совершенно другое, это только маленькая часть. У меня на моем канале в YouTube много плейлистов, более десяти, и только один из них, именно тот самый, где я говорю так, а говорю так я только к слову, я даже вот сейчас спокойно говорю, но когда доходит вверхо всяких границ хамства, невежества, мракобесия, идиотизм и быдловатость, извините, разумеется, я отвечаю адекватно, тем более многие люди только так и способны, вот подобного склада люди могут только так определенным образом воспринимать, то есть на их языке, поэтому я нахожу язык для разных людей, говорю с разными людьми на их языке, в этих видео, да, я таким сразу отвечаю, потому что я не слышал больше, чтобы кто-то мог прикрыть рот примерно так же, как я взорвавшимся хамом. Это отражают люди, которые не сходятся с ним в взглядах на питание, на здоровье. Он что, идиот, что ли? Вот если человек мне напишет, я считаю, что вы неправы потому-то, потому-то, и что-то напишет, ну, свои мысли, я ему напишу, что, и как, собственно, и писал, и пишу, я тысячам людям отвечаю, да, я пишу, что, например, нету неправы потому-то, или посмотрите и это, и, ну, насколько я по времени позволяю это у меня. Это же как спросить, что, значит, во взглядах. Во взглядах, когда хинею будут нести, которая не соответствует действительности, надо конкретно смотреть на то, как я, на что именно отвечаю. Ну, давайте, хорошо, давайте конкретно возьмем вот из моего одного видео сосиска в голове, которая называется, да, ответ Родиону Муравскому, где я, да, глумлюсь над ним, ну, это крайняя степень, потому что по-другому уже просто, ну, невозможно. Родион Муравский. В результате эксперимента оказалось, что вегетарианство вовсе не является полезной системой питания, потому что те, кто не ел мяса, страдали от микроинфарктов и аллергий. Идите, товарищ, налево. Ну, тогда в помощь вам будет веган, врач, кардиохирург, академик, профессор, которому сейчас уже 103 или 104, он американец, фамилия сложно произносимая, не Родион, иначе бы я его произнес. Но ссылочку дам, чтобы вы посмотрели и там поспорили с ним насчет там кардиохирургии и микроинфарктов. А насчет аллергии у всех они проходят, когда перестают есть мясо. У них были выявлены психические отклонения и онкологические проблемы. Вы попутали, товарищ дорогой. Ведь у мясоедов как раз всегда уделяются онкологические проблемы. Потому что человек, который ест мясо, он всегда умрет от мяса, что, кстати, совершенно естественно и справедливо. И с точки зрения науки и биохимии, и природы абсолютно закономерно. Это конечная стадия неправильного деления клеток путем метоза, без половоделения клеток. Когда количество ошибок от деления к делению накапливается в результате действия трупных ядов на клетку, эндогенных внутренних ядов в результате реакции антигена антитела, в результате потребления животных белков высокомолекулярных, что и приводит к образованию аномальных клеток со всеми вытекающими оттуда последствиями. А последствия таковы, что они становятся аномальными и как раз раковыми. Ну, вторичные причины до грибки и другие причины вторичные. Так что вы попутали, товарищ, с ног на голову. Переписали совершенно с больной головы на здоровое. Дальше. Из хронических заболеваний у подавляющего большинства вегетарианцев обнаружили астму, мигрени, остеопороз, сахарный диабет. И вот всё, что вы перечислили, товарищ Олега Фрэнк, всё как раз абсолютно и у всех, только не вегетарианцев, а веганов сыроедов, проходит, если тем более люди переходят на сыроедение, нормальное, осознанное, после очищения, после антипаразитарной программы, потому что это может помешать лечебному голоданию и так далее. И вот когда они переходят в результате адекватного подхода на сыроедение, у них проходит мигрень, астма, остеопороз, сахарный диабет и так далее. Кроме этого, у них обнаружились изменения во внешности. Бледное лицо, синяки под глазами, редкие волосы, излишняя худоба. Спрашиваю у аудитории разумных людей. Бывают у мясоедов бледное лицо, синяки под глазами, редкие волосы, у мясоедов даже лысины, насколько я видел, бывают. Правда ведь? Излишняя худоба. Бывают у мясоедов? Бывают. Да. Ну ладно, человек считает так. Растительный белок – это не совсем то, что требуется организму. О некоторых витаминах, кстати, в растениях нет. Например, важнейшего элемента В12. В12, для разумных людей, посмотрите мою лекцию о В12. Все объемлющие, полные, исчерпывающие информации, после которой вопрос про В12 закрывается абсолютно. И каждый, просмотревший это видео, для себя лично решит и окончательно, потому что будет знать вообще всё, как ему быть с этой так называемой проблемой про В12. Так необходимого для работы мозга! Вот я, суть по всему, несмотря на то, что вы мясо едите раза четыре в день, мозга у вас точно нет. Или, по крайней мере, В12 вам никак не помог. Именно из-за его нехватки вегетарианцы часто приобретают психические отклонения. А профессор Николаев лечил шизофреников, как раз, голоданием и переходом на сыроедение. Потому что, товарищ дорогой, психические отклонения в основном вызваны, знаете чем? Аминотоксикозом головного мозга, то есть, следствием поражения головного мозга, как раз теми самыми гнойными токсинами и трупными ядами, которые возникают в организме и полностью не выводятся из него, а накапливаются, в том числе в головном мозге, в результате потребления трупов животных, которые вы так любите кушать. Да здравствуй! Да, и вывод, дорогие друзья, вывод! Человек упивается своим, вот этим, знаете, значимостью письма. Он ведь клин забил, он поставил точку вопросов, все-таки, как же надо питаться. Он ведь доказал просто тупым вегетарианцам, веганам и сыроедам, в чем истина земного мира. И заканчивает он это пафосно так. Да здравствуй, сочный и жирный кусок мяса с витамином В12. Ух, какой же вы, милашка! Ну просто не то, что сосиска в голове, она проросла уже во все органы ткани вашего прекрасного, уникального, я бы сказал, бесподобного организма. Гениально, милашка! Родион Муравский, вы настоящий мужик, и что надо с пивком ем, то все, утром бывать в себе. С пивком, так будет гораздо вкуснее, а значит, ну коли вкуснее, здоровее, и вы еще будете умнее. О, да здравствуй, сосиска, с пивком! Ну, так, конечно же, так по Родиону Муравскому. К тому же, я говорю, у любого человека есть всегда, ну что называется, запас его интеллигентности, можно если так сказать. Ну всему есть предел, и человека до всего можно довести. Своей неадекватностью, тупостью, наглостью, надменностью, и так далее, и так далее. Любого. Моментально просто выходит из себя. Что в комментариях, это очень хорошо видно под его видео, когда... Моментально, Вася? Что значит моментально я выхожу из себя? Да потому что, когда сотни людей за определенный отрезок времени, что называется там, периодически, несмотря на то, что я это уже объяснил в видео, несмотря на то, что я это уже вот всего лишь надо послушать, и другого варианта там уже, так сказать, понимания просто быть не может, ну попробуй доказать, что оно есть, вот прям пошагово, а не огульно, как он сейчас делает, вот это подлым приемчиком таким, в общем, обобщив. Так вот, никто не сможет ни иголочку туда всунуть. А тогда не надо вот такие подлые приемчики делать, так сказать, вот в общем, а надо конкретно. Люди, мы что-то его спрашивают, так и за кадром в видео, когда он рассказывает что-то. Такое состояние человека указывает на сбой работы гормонов основных. Каких основных? Вася, ты хоть знаешь, говорливая кепка, какие вообще гормоны существуют, вот хоть бы что-то знал, кто это такой? Очередной какой-то прыщ, который вообще ни о чем ничего не знает и что-то там рассуждают. Умник! Адекватный человек будет себя вести более сдержанно? Нет, адекватный человек иногда и морду бьет, потому что всему есть предел. Абсолютно всему адекватный человек будет адекватно отвечать. Именно вот хорошее слово адекватно. Когда человек спрашивает, не понимая, действительно адекватный человек, ему неадекватно не будет отвечать. То есть хамить, обзывать и так далее. И я этого не делаю. А вот наглым идиотом я отвечаю соразмерно их вообще мыслительным способностям. И толерантно по отношению к другим людям. Правда, мы не европейцы случайно, как вот этот Старк Бубу, который эмигрант там живет где-то в Германии вроде и уже приобщился к европейской толерантности. Мы уже наигрались с этой толерантностью, и вы европейцы. Наигрались, что у вас уже меньше 50% коренных народов, и скоро вам будет полный, как говорится, пипец. Так вот, нет, толерантность это очень плохая штука. Она хороша, когда оппонент твой интеллигентный человек. А когда это быдло, никакой толерантности быть не должно. А у Фролова просто ненависть и раздражение такая накопленная за долгие годы. Ну-ка. От дефицита питательных веществ. Ну дебил. Вот он делает за меня вывод. То есть он просто меня знает лучше меня. Нихера у меня нет никакого дефицита питательных веществ. Ну вот и этот негодяй за меня вот говорит, как будто это истина, что называется, он речет. У меня от того злость и негатив, опять-таки, к определенным людям, к единицам, а не к людям вообще, и тем более, да, там, к какой-то группе, только лишь потому, что, значит, ну, собственно, чего говорить, повторять? Я уже объяснил почему. А, кстати, и я по темпераменту, например, холерик, поэтому я не могу реагировать как флегматик, который там в прострации находится. Это вот йоги как раз у Сантаке. А я, между прочим, кстати, до того, как я перешел на веганство в сыроедение, там, более 10 лет назад, я был более агрессивен. Да, да. И еще, что здесь не может, разумеется, учитывать, а потому аналитик из него нулевый, коль он не может даже предвидеть иные сферы жизни человека, как я живу. А не знает, в каком темпе, что я вообще делаю в течение дня, что у меня более 20 видов направления только бизнеса, что у меня куча общественной работы, что у меня идут стройки параллельно на 5, например, там, 3, 5, 6 объектов по-разному. И до каждого болта я вхожу, что называется, изучаю полностью общение с прорабами, подгонка там, то, сё, пятое, десятое, решение проблем. Каждый день куча проблем, которые я решаю и так далее. Что, собственно говоря, у меня вот это вот мое блогерство и то, чем я занимаюсь, то, что вы сейчас слушаете, составляет, ну, 5% моей жизни, да. И, тем не менее, вот это он знать не может, не знает, но судит. Хотя, если бы он пожил такой жизнью 30 лет подряд, как я, он бы уже просто сдох давно. Ну, просто сдох, либо стал действительно психом. Так вот, я раньше был более нервным человеком, чем сейчас. Вот, но зато мы судим. На сыроедном веганском питании. Конечно, не все веганы в депрессии, однако чувство беспокойства... Я скажу вот другое. Не все мясоеды в депрессии, но очень много мясоедов находятся в депрессии. Поэтому, например, в том же любимом для многих людей США почти все люди сидят на антидепрессантах, хотя они все мясоеды. И что? Вот чего он этим доказал? Он вообще что-то сейчас доказал про веганство и сыроедение? Огульные махания руками, открывание широкой амплитуды рта, ну и неподвижная кепка, разумеется. Больше никаких доказательств нет. Присутствует у большинства. Они за свое здоровье переживают и за мир одновременно. Чувство отражения, чувство напряжения, что их никто, кроме их самих веганов в их окружении не понимает. Ну, это бредятина, я так, например, не думаю. Большинство из моих знакомых мясоедов все прекрасно понимают. Люди просто либо слабые, либо махнули на себя рукой, либо прочие какие-то иные варианты. Так что это все тоже бредятина. В этом мире они растеряны. У них есть такое чувство даже паранойи и антисоциума. Я таких людей не знаю, конечно, такие есть, безусловно. Не буду спорить, люди есть разные. У меня, например, никакой растерянности нет. Я четко уверенно иду по жизни и занят трудом. Поэтому у меня нет времени для соплей, для, так сказать, панических настроений или каких-то иных рода депрессий. Правда, они не найдут этому такое. Конечно, мы такие злые и идем все так, потому что люди едят пищу животного происхождения. Нет, нет, нет. Дело не в людях, которые едят пищу животного происхождения. Как вы говорите на эту личину. Дело в работе ваших гормонов. Нет, дело не в работе гормонов, а дело в работе разума и совести. Люди многие не могут, да, смириться с тем, что вот этот несправедливый мир, который, собственно, ну, каким он может быть, если у нас, так сказать, от бытовой несправедливости везде до международных конфликтов, войн и так далее. И прав был Махатма Ганди, повторяя за Львом Николаевичем Толстым, что пока в мире есть бой, не будут и войны. И вот такие умники, это только накачивают этот эгрегор убийства, несправедливости, злобы в мире и так далее. Да, люди противостоят этому по-разному. Есть агрессивные веганы, есть совершенно флегматичные, разные существуют люди. Есть адекватные, есть неадекватные. То, что он сказал про меня, оно это просто объективно глупость. Я, например, очень часто заступаюсь за людей. Там, неважно, там, мясо они едят или нет, а только лишь по той причине, что они, например, правы или их несправедливо кто-то обидел. Потому что для меня чувство вот справедливости это высшее, что может быть, и еще. Мне не важно, как бы это сказать, во что верю я. Я вообще стараюсь не верить, а анализировать, глубоко анализировать, мыслить. И потом мне вера в этом смысле не нужна, мне знание и понимание нужно. Вот, поэтому, так сказать, тоже здесь, собственно, я очень много таких людей знаю среди веганов, среди, и я знаю очень много людей, мясоедов, которым вообще это все не свойственно. Не свойственно аналитика, не свойственно, так сказать, мышление логическое и так далее. Ваших органов, основных подпорченных, начиная от нейромедиаторов и желез в голове, и заканчивая кишечником. Когда вы недоволучаете, например, омегу-3 для мозга, жирные кислоты, ДГК для мозга. Какой он умный, какой он умный. Холестерин. Холестерин для мозга. Холестерин, Вася, печень синтезирует. А омега-3 есть в огромном количестве продуктов растительных, разумеется. Ну, разумеется, есть в огромных, что перечислять в сотый раз, в тысячный. Разные виды масел, где идеальные соотношения между омега-3 и омега-6, например, тоже льняное, лишь бы не было прогорклое, а первого холодного лучше вакуумного отжима. Это и авокадо, а насыщенные жиры, пожалуйста, это тоже кокосовое масло, огромное количество орехов, семян и так далее, и так далее. Что про это сейчас в сотый раз говорить? Ну, что за бредятина? Мозг не будет адекватно работать и принимать вещи таковыми, как они. Ну, значит, тут сразу тогда доказательство обратному. Опять-таки я приводил в своих видео гигантское количество. У кого это плохо, мозг работает? У Толстого, да, у Бернаршова, там, у того же Ганди, у Никола Тесла, может быть, мозг плохо работает, а может быть, у Плутарха, Пифагора, может быть, у Сократа мозг плохо работал и так далее. Что за... Наоборот, вот мозг будет плохо работать, если вы будете жрать мясо. Потому что со временем та интоксикация, которая неизбежно возникает в результате реакции антигена-антитела с образованием гнойных токсинов, обязательно приведет к тому, что и ранние деменции, альцгеймеры и прочее, аутоиммунные заболевания и прочее, это именно из высокомолекулярных белков, которые по нашей анатомии, физиологии и морфологии совершенно не свойственны человеку как виду. И это, естественно, это видно и на примере вот таких людей, которые не самый такой яркий представитель неадекватов, но абсолютно неадекватен, потому что он верующий фанатик, он не имеет возможности строить логические вот эти умозаключения, потому что они все логичны. Я вот привел сейчас примеры, почему он даже вот анализирует, не имея полной на то информации даже. Плюс выводы делает, которые, собственно, не на доказательной базе, а на его верованиях заострены и заточены. Поэтому, собственно, вот он как раз себе сам противоречит, яркий представитель неадеквата, это он. Какие они являются, какие они есть в мире. Вот это неприятие, потому что проблема в голове, потому что мозгу не хватает питания и нутриентов определенных из животной пищи. Ну, я скажу так, значит, если бы хотя бы одну десятую тех мыслительных возможностей и практической работы, которую я делаю в течение дня, этот бы человек делал, я бы миллион бы дал. Вот просто мог бы, вот если бы рядом, кстати, посмотрел бы, что он делает, какая быстрота мышления у меня, быстрота реакций. Сколько я одновременно с двумя-тремя людьми, с одним могу по скайпу, с другим на трубку висит, с другим с третьим человеком по другому телефону. Когда срочная проблема, подождите, потому что там секунду мне прораб, например, переключаюсь сразу на какое-то производство. В доле секунды я могу встать там утром, скажем, разбудить, и я могу сразу за секунду буквально вспомнить все и моментально включаться в работу с тем же темпом, как я это в своей жизни в любое время дня и ночи могу и работаю, собственно говоря, и так далее. Так что это вот просто, ну как это сказать, ну что это, вообще кто это такой? Вообще, что он в своей жизни сделал, этот Вася, что он добился, кроме горлопанивания своего? Я почему-то заметил, что еще у таких умников очень широко открывается рот, вот как у той безумной дамочки. Вот какие-то у них, видимо, вот это вот действительно психологические проблемы, все-таки эти люди были когда-то веганами, и они понимают подсознательно, мерзавцы понимают, что они вот неправы в том, что они сейчас начинают нести вот эту околесицу, эту ерунду всю, да, про пользу мяса и так далее, и охаивать веганство и сыроедение. И они очень, во-первых, зелятся, они пытаются это, конечно, сдерживать, у них очень большая проблема психологическая, подсознательная, потому что они понимают, они уже поняли. Человек, кто раз понял, он не может уже отмахнуться, но уж больно хочется, уж больно вкусно, уж больно успокаивать себя, у них большое желание, вот так сказать, в том, чтобы они спокойно могли творить вот это, то, что они делают теперь. То есть, участвуют непосредственно и пожирают эти трупы, да, то есть, соответственно, потому что мясо это и есть мышечная ткань, труп убитого животного, поэтому, говоря красивое слово мясо, вроде ничего не понятно и прямой ассоциации нет. А вот когда мы говорим о трупах животных, ну что ж, да, потом, нет у них, видимо, сострадания и нравственности. Вот то видео, где я про детей рассказал, вот обязательно посмотрите. Может быть, вот если человек еще, душа действительно не черствая, живая душа, после этого он не сможет есть мясо просто. И не важно там, как он будет себя чувствовать, хотя, конечно же, это все, никаких проблем нет, если все делать адекватно, сознанием делать. Делать анализы крови, смотреть на соотношение тех элементов по составу крови и форменных элементов, элементов минеральных там и так далее. И корректировать их. Сейчас есть огромное количество биодобавок. Опять-таки, в питании это все есть, просто нужно есть те продукты, которые необходимы, если чего-то не хватает. Смотреть, где эти компоненты существуют, где их больше всего. Вот, например, витамина К2 мало, пожалуйста, шпинат, брокколи, а многие не едят их веганы. Потом едят как вареными, извините, из варенки вы многое не получите. Многие витамины разрушаются при варке. Не все, но многие. Так что все, вот это есть логическое мышление. Логическое. А где здесь хоть что-то, кроме огульности? Ничего нет, да потому что он ничего не знает. У него нет никаких знаний, язык не подвешен. Он не может, так сказать, не конкретно сказать что-то, доказать. Логики нет, то есть мышление у него какое. Поэтому он пытается просто манипулировать руками, и все. Ну, языком тоже. Последствия номер два. Очевидные проблемы с пищеварением. Боль в желудке. Так, все понятно. Вот как раз проблемы с пищеварением первым делом на разумном веганстве, а главное все-таки на сыроедении проходит. Но ладно, сейчас не об этом. Хотя, конечно, есть болезни. Человек из прошлой жизни многое, что с собой перецепил в новую, сменив питание. Причем на любой смене питания болезни могут усугубляться, проявляться, излатентные, то есть скрытые, в активную форму переходить. Это естественно. И этому я посвятил свои лекции. Пищеварение, очищение есть такая лекция, да, зубы, печень, там, и так далее, и так далее. Это можно посмотреть, кто не поленится, кто захочет разобраться. Доказательно, я там все аргументированно, пошагово поясняю. А что касается его дальнейших размышлений, я сейчас сделаю паузу, потому что не хочу, слишком долгое видео получится. И я всего лишь покажу, что-то он там еще говорил про меня. А остальное, ну, поверьте, дорогие друзья, это все я уже давно разбирал. Ничего нового они сказать все равно не могут. Но вот этого отрывочка я сейчас обязательно коснусь его высказывания. Строительные материалы, а не бесконечная энергия из фруктов, сухофруктов и соков. Строительные материалы – это аминокислоты для строительства белка в теле. Все правильно. Вот тут я и хочу маленькую паузу взять и рассказать. Во-первых, именно то, о чем я и говорю, что телу белки не нужны. А телу, организму нужны именно аминокислоты. Потому что любая пища, животная, растительная, где высокомолекулярные белки или низкомолекулярные, попадая в желудок, а потом в кишечник, обрабатываясь сначала соляной кислотой пепсином, потом уже ферментом поджелудочной трепсином и так далее, и желчью и так далее, пища расщепляется и белковые фракции на аминокислоты. Вот именно. Белковые частички аминокислоты, вот эти кирпичики, вот эти мономеры полимерной белковой цепи, кирпичной стены сможет такой параллель провести, да, аналогию, как раз всасываются в кровь, идут во все клетки организма, где в рибосомах, как я всегда это говорил, сто раз уже, да, органеллы такие, строятся белки, нужные нашему организму, конкретно нашей отдельно взятой клетке. В группе тканей, органов и так далее. Только там и организм знает, какие конкретно белки ему нужно построить в данный момент времени. А потому нам нужны не белки, потому что они все равно разберутся сначала до аминокислот. И уже из аминокислот будут потом построены белки, какие нужны. А поскольку это так, нам что нужно, белки? Нет, нам нужны аминокислоты. А аминокислоты есть везде. И просто вопрос в том, если да, хронический был у человека дисбактериоз, колиты, там и прочие заболевания, но человек недавно перешел, у него действительно есть какие-то проблемы со здоровьем. Во-первых, их надо решать параллельно. Во-вторых, нужно учесть, как их не хватает питательных веществ, просто брать и принимать, потреблять эти дефицитные питательные вещества в больших количествах, те же самые аминокислоты. Во-первых, в питании смотреть, в каких продуктах они содержатся больше. Взять отдельно аминокислоты, те же аргинин, лизин, трептофаны, какие-то либо иные, и потреблять они есть, в том числе веганские, полученные из растений. Но поскольку в растениях они есть, то есть много фирм, в том числе зарубежных, американских, крупных концернов, которые выпускают веганские, можно даже найти веганские органические, из сырья органического. Те же самые аминокислоты, включая все даже незаменимые, все 8 незаменимых аминокислот. Это все есть, пожалуйста, добавляйте, если это нужно. У меня есть видео, как набрать мышечную массу. Опять-таки, тут важно при наборе не только учитывать то, что с пищей, чтобы это поступало, а в том числе то, что, чтобы, так сказать, мышцы росли. Нужно определенные действия производить, то есть работу с мышцами. Так, теперь, что касается энергии. Да, есть нюансы тут. Я, кстати, сделаю очень важные два скоро видео про кетодиету, аналитику глобальную просто. И сделаю видео про лектины. И действительно, есть ошибки и проблемы, в том числе у сыроедов, в том числе у некоторых, кто, например, ведет малоподвижный жизни образ, но при этом ест много фруктов, сладкого, фрукты, фрукты и фрукты. Да, там будут проблемы, да, даже у некоторых, вплоть до ожирения, и да, только даже на живых фруктах. Но это не значит, что сыроедение не право, это значит, человек не прав. А природа, а она со своего стола только живую пищу предусмотрела для всех живых существ на планете, всегда права. И никакой фантазера в кепке прав здесь не будет. А что же люди? Ну, люди ошибок делают много. А теперь давайте слушаем. Если сыроедные веганы получают его в достаточном количестве и в высоком качестве, то скажите мне, пожалуйста, почему они выглядят, как будто их из концлагеря только что выпустят? Ну, во-первых, я сразу отвечу, что действительно есть сыроеды, которые выглядят... Ну, допустим, ладно, пусть это и формулировка, как из концлагеря, потому что, да, у них может быть есть дефицит, во-первых, движения уже в новой жизни, в новом формате, и дефицит действительно в пище аминокислот, такое может быть. Потом, есть мясоеды, да, которые тащают и худеют, как скелет, говорят, у тебя что, глисты, что ли? Правильно говорят, потому что действительно глисты, это проблема. Человек в кепке это вообще не учитывает. А очень многие в движении сыроедов фруктоедов вообще не моют фрукты, могут ягодку, упавшую на землю взять, но они гарантированно подцепят аскорит там и так далее, и так далее. Потом, есть люди, которые на сыроедении или на веганстве качаются, и они выглядят как качки, а есть те, у кого это не самоцель, или те люди, которые вообще ведут малоподвижный образ жизни, сидят, у них, да, будет некая атрофия мышечной массы, как у компьютерщиков, мясоедов, гамбургередов, да, тоже. Что ж, посмотрите на них, они так же выглядят, хотя едят и мясо, и сосиски, и всё остальное. И что? Он что-то этим доказал? Ну, бред же полный. Сегодняшний выпуск посвящен поистине уникальному человеку, ведь именно он на собственном примере доказал, что можно быть веганом, и при этом достичь феноменальных результатов в построении сильного и красивого тела путем систематических занятий калистеникой. Философия жизни этого человека выражается в простых словах. Больше нет времени для оправданий, которые воодушевили многих людей изменить свою жизнь к лучшему. Как вы уже догадались, речь пойдет о Фрэнке Медрана. В 2010 году Фрэнк окунулся в мир калистеники, а тренировки собственным весом дали ему возможность контролировать свое тело и развивать свои способности. Годы тяжелой работы и терпения позволили ему добиться желаемых результатов. Немаловажную роль в этом сыграли его друзья Дэн Атанасио и Ноэль Паланко, которые в том же 2010 году составили ему план питания и помогли перейти на растительную диету. Через 3 месяца Фрэнк ощутил на себе всю пользу от этой диеты и стал веганом. В дальнейшем Фрэнк предложил Дэну и Ноэлю объединить силы и распространять информацию о пользе веганства. Вместе они сформировали команду Vegan Calisthenics. К питанию Фрэнк отводит очень важную роль в своей жизни и предпочитает есть домашнюю еду, так как только в этом случае может контролировать и понимать, что именно он ест. Хорошо, не всех, но многих хотя бы, посмотрите сами, потому что веганы очень сильно концентрируются на потреблении углеводов, на фруктозе. Ну молодец, показал, выискал мои фотографии, там сколько уже лет, по-моему, 7-8 летней давности, по крайней мере в сыром обеде, вот тогда еще с мылом это было точно лет 7-8 назад. А потом опять-таки давайте тогда так, коли он уж про меня сказал здесь. Ну что ж, во-первых, да, есть разная структура и состав соотношения хрящевой и мышечной массы. Есть разное, что называется, можно такой термин применить, конституция тела, тоже это будет верно в какой-то мере. У кого-то широкая кость, у кого-то тонкая, и человек с тонкой костью не может так накачаться, как человек с широкой костью, мощным связочным аппаратом. Это тоже понятно. Потом, есть люди, которые не качаются, я, например, тоже. Да, к сожалению, из-за того, что я вот в том числе веду такую деятельность по просвещению людей, объяснению физиологических вопросов и так далее, и так далее. Я очень много на это время теряю в последние годы. И мне даже на семью, бывает, времени не хватает. Безусловно, это плохо, неправильно, но это факт. И плюс ко всему я перегружен иного рода аналитической и прочей работой, стратегическим планированием, аналитикой в других областях. И я, к сожалению, вообще физически, можно сказать, лет, ну, 10 последних вообще не тружусь. Ну, в том смысле, если я критически к себе подхожу, говорю, как вот критически. В пользе из фруктов на соках. Человеку не нужно много белка. Ну, 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 а вот этот он зачем сюда припрел? Солнечные очки. Вася, он хоть знает, по какой причине я... Раньше, кстати, это было до, ну, скажем, перестал я солнечные очки лет... Ну, хорошо, 3 года назад, а то и 4 видео записывать стал только без очков. Он знает причины, по которым я, собственно... Ну, это я и говорил лет 8 назад. Ну, зачем тогда показывать якобы... Тут вот, мол, показал солнечные очки. Ха! Аргумент, мол, привел. Какой-то Вася аргумент привел. Ой, какие же идиоты есть. И как их не называть, что идиотами? Об этом я однократно говорил. Но если сыроедам и веганам белка хватает из овощей и зелени, фасоли, тогда куда у них мышцы деваются, так? Ага, ага. Ну, а теперь давайте так. Ведь как хитро делает этот товарищ в кепке? Он берет и ставит самые такие, как бы, яркие примеры, причем самые такие кадры, которые действительно для любого человека адекватного скажут, слушайте, ну, прям, да, худые какие и так далее. На самом деле два момента. Во-первых, попрошу сейчас моего помощника поставить кадры веганов, известных веганов, стопроцентных веганов, где есть пример обратным, причем когда эти веганы, да, они на мясоедении были сильными, мощными, качались, но на сыроедении веганстве стали еще более сильными, улучшили свои результаты, мировые рекорды поставили и так далее, что говорит о том, что мышечная масса у них, конечно же, не только не падает, а и растет, о чем они сами говорят, и нет сомнения о порядочности тех людей, тем более вся их жизнь на показ, в инстаграм, вся эта жизнь под камерами известнейших культуристов, известнейших спортсменов. Когда я перешел на растительную диету, я был отобран в третий раз на Олимпиаду, а также побил два американских рекорда. Я пожалел, что не сделал этого давным-давно. Когда я перешла на растительную диету, я не была уверена, что смогу выжить, а по сути я стала похожей на машину. Одно из самых больших заблуждений в спортивном питании это то, что мы должны потреблять животный белок для достижения высоких результатов. Это неправда. Иногда надо делать то, чего не делают твои соперники. Это сегодняшняя кровь, а это вчерашняя. Черт. Думаю, что это перевернет сознание многих людей. Я выздоравливал быстрее, и мне было не так больно. Это был наш лучший сезон за 15 лет. И еще 14 наших парней перешли на растительную диету. Мы все хотим чувствовать себя лучше, быть более энергичными. Холестерин был 276, а сегодня 169. Вау, вот это результат! Большинство в моем возрасте не могут угнаться за внуками, а у меня все наоборот. Не существует одних рекомендаций для улучшения спортивных результатов, а других для борьбы с болезнями сердца, с диабетом. Они одинаковы. Кто-то спросил, как тебе удалось стать сильным, как бык, если ты не ешь мясо? А я ответил, вы видели быка, который ест мясо? Слушайте, и потом я просто поражаюсь. Вот, ну сколько раз? Ведь я же говорил, он вообще смотрел или нет? Ну вот видел он те... Вот зачем сейчас очередное видео он снял, и как тут можно не злиться? Когда, вот как человека дебилом не назвать, если я уже это показывал и 100% опровергал? Если есть примеры обратному, значит, это доказательство его, якобы доказательство, абсолютно не является таковым. Я показывал, например, людей, которые... Даже вот Джоли Ролина, например, который там 104 года, кстати, мышцы какие у него, как он монету сгибал. Он был более 80 лет веганом, всю почти свою, что называется, большую сознательную жизнь, и умер от того, что машину 104 года сбил. Пожалуйста, когда нам говорят аргументы «нет долгожитель», я показываю, вранье есть. Когда говорят про молоко «полезно пить», пожалуйста, вот эта бабушка, врач-педиатр из США, 114 лет прожила, никогда в жизни молоко не пила, и говорила, почему это вредно, как дети анемичными становятся, и так далее, и так далее. С рождения, когда мать её перестала кормить молоком, она всю жизнь пила только воду. Пожалуйста, говорят про хилых веганов с рейдов, вот вам примеры обратного. Говорят про выносливость, вот вам обратные примеры, там, марафонцев, уж извините, где больше выносливости, я не знаю, что можно сказать, да. Пожалуйста, Шаталова, которая проводила с группами спортсменами, сборными СССР по разным видам спорта, свои и марафоны мощнейшие и в горы, и в пустыню, где доказала полностью, что выносливость на сыроедении несоизмеримо выше, чем на любой иной мясной икорной и так далее диете. Ну сколько можно эту осинею нести? Если есть пример обратного, значит, это бред. Вот что называется, давайте дальше там. Почему они превращаются в бесформенные создания? Потому что не занимаются физически вообще, потому что шаркают ногами, потому что сидят у компьютера и больше ничем не занимаются. Блин, как идиоты ж, какие есть. Вот еще, говорит, тут злиться, и это что-то якобы доказывает. Это доказывает лишь то, что всему есть предел и терпению тоже. Где это у Фролова? Ну ладно, тогда давайте таким образом. Вот ставим сюда такой отрывочек из одного видео Сергея Добраздравина. Я надеюсь, что мои зрители в большей части свои знают. Сергей Добраздравин был организатором веганских сыроедных фестивалей, форумов и так далее, много всего. Ну, скажем так, популяризатором этой темы 10 лет назад и более. Да, он отошел от сыроедения и даже веганства. Он вегетарианец, насколько я знаю, сейчас, если что-то не изменилось. У него по большей части отношение изменилось к этой теме, однако, все-таки он разумно пытается объяснять, не спорит и понимает, что есть такие веганы, которые и сильные, и качки. Это все он не отрицает, как человек разумный. Так вот, как-то он сделал такое видео у себя, то ли в Инстаграме, то ли где-то, а мы сейчас покажем отрывочек. Ну, год назад, что ли, это было или полтора, когда он говорит про то же примерно, что да, вот, к сожалению, многие сыроеды, ну, не взять их на флаг, вот, так сказать, из-за того, что якобы, да, вот, для тех, кто привык качаться, качков, что это вроде, вот, они не качки. Что вот Советов, он выносливый, ну, по нему не скажешь и на икону не поставишь, вроде как вот такое тело. Да, это понятно, потому что ему просто это не надо. Он бегает, а от этого мышцы бицепса расти не будут от бега. Я надеюсь, разумные люди это понимают. Теперь про меня. Значит, внешний вид и сила – это разные вещи. Ну, вот такой вам пример. Сергей стал ходить в качалку. Есть там яйца, там белок, все такое, да? Вот он много, уже года полтора или два к тому времени, очень активно качался, большими грузами. Я не помню, сколько он отжимал, но вот такие существенные показатели, действительно, мышцы обросли. И вот он сидит и говорит. А вот послушайте, о чем он говорит. Самому про себя, потому что неудобно такое говорить, публикуя это впервые, только после того, как меня просто, ну, что называется, задели, здесь нужно ответить. Потому что это неправда, и, как бы так сказать, не показывать опровержение – это значит согласиться. А я, разумеется, с этим не согласен, потому что я против любой лжи, в том числе, и когда говорят про меня ложь. Ну, вот слушайте про силу. Фролов, Юрий Андреевич, ну, Фролов, он очень умный мужик, кстати, очень сильный. Он один раз меня реально заборол на армрестлинге. Я год занимался в тренажерке, и он меня на армрестлинге, короче, уложил просто, уделал вообще вот на так. Я прям офигел. Вот. Но он не выглядит огромным качком, да, поэтому, как бы, ну, не пропиаришь «Сырый день», это вот именно так. Или там Миша Советов. Он, капец, выносливый, но не виден он ни качок. Ну, в общем, понятно, да? Так, что еще Кепка нам расскажет? Фролов так любит ссылаться время от времени на древние русские времена, когда люди ели там амаранты. А я не то, что ссылаюсь, я просто поговоркой скажу, щеды каши – пища наша. А больше я сейчас говорить про это не буду, потому что это просто бессмысленно, а есть про то огромное количество тех видео, где я это все просто подробно пояснял. В том числе, например, тех еще живых людей, которые жили, скажем, в начале прошлого века, в середине, которые прожили сто или около того лет, которые сами говорили про то, как они ели, как питались. И вот сюда опять, давайте, стрижно-брито, покажем вот эту бабушку. Просто сейчас мало таких людей, кто остался в живых, кому там под сто лет, за девяносто, кто может что-то подобное сказать, а именно те, кто в деревнях жили. Вот давайте про эту бабушку маленький сюжетик. Расскажите о себе. Сколько вам лет? Да только всего с двадцать седьмого. Как у вас здоровьица? Богу благодарю, на ногах хожу. Все удивляются. Твои все лежат, а ты ходишь. А я бабушке говорю, бабушке, они мясо едят. А я с двадцать седьмого года, как родилась, мясо не ем. Ну, собственно говоря, давайте на этом закроем тему. Дальше он вроде против меня там, по-моему, никакой ахинею там не нес. А теперь перейдем к другому товарищу, да? Поскольку все-таки будет два в одном, да, долгое видео получится, но что делать? Просто не хочу про отдельно этих идиотов делать отдельные видео и засорять эфиры, ютуб и так далее. А теперь приступим. Итак, видео второго умника. Про него у меня было видео, вот оно. Разумеется, после этого он так в порядке, в покое это не оставил и сделал про меня здесь тоже конкретно тематично кое-что. Давайте проанализируем, что он сделал. Видео этого Старка. Вот как может человек, вроде бы серьезный, ну, по голосу такой сиплый, то есть, не знаю, то ли пивной, то ли меняет, микширует голос специально, чтобы никто его не узнал. Кстати, почему он рожу свою не хочет показать? Вот у меня вопрос. А, кстати, с людьми, которые рожу свою не хотят показать, даже и общаться не хочется. И вместо своей физиономии он залепил сюда вот такую идиотскую, как будто какой-то подросток недоделанный, мелкого, какого-то мальчонку такого карикатурного из мультфильма идиотского какого-то, не знаю, вот такого с ручками поднятым, типа он такой культуристик кто-то. Он взрослый мужик или вот этой, что это фигней заниматься? Вот это я просто, меня страшно это бесит. Ну, хорошо, вот о кино в остров бессмерт. Как дожить до 100 лет? Ладно, про это я тоже в своих видео в каких-то рассказывал подробно, в чем и почему причины. Даже не буду вот эту слушать его болтовню, ахинею, а скажу только ту часть, которая идет непосредственно про меня. Поехали! Я хотел бы продолжить сегодня свою тему долголетия. Давно я к этому не возвращался. После моего ролика было множество комментариев и дискуссий. К сожалению, второй мой ролик по поводу того, что вегетарианцы, веганцы и прочее, если говорить с позиции Библии и верования не те, кого хотел бы видеть Господь. Этот ролик был заблокирован во многих странах. Это была моя ошибка. Я использовал там мелодию, защищенную авторским правом. Возможно, я этот ролик еще переделаю ими. Ничего, ничего, залью, а то он еще и справится. Еще раз перезалью. Да, молодец. Это будет продолжение относительно этого ролика. Как дожить до 100 лет. И, естественно, на этот ролик возлучились, например, такие люди, как Юрий Фролов. Лично я считаю, что это мошенник. Ну, я считаю, что ты Старк, просто мразь и подонок. Считать можно что угодно. Я то, что ты, идиот, доказал, в том еще видео, аргументированное. А сейчас посмотрим, что здесь будет. Какие доказательства тому. Позже это будет открыто. Это такие люди, которые пытаются завуалировать свою деятельность. Совсем дебил, что ли. Про эти биодобавки и так далее я вообще не вуалирую. Она открытая. Я бизнесмен. У меня несколько видов бизнеса. Один из них это продажи биопродуктов, питания, добавки различные совершенно правильно. Начинают фокус со спирулины там и так далее. До прочих. Сейчас будут новые сотрудничать, кстати, с американскими даже компаниями. Некоторые, которые производят отдельные органические аминокислоты и так далее. Все это открыто. Ни от кого я это не скрываю. Он что, идиот, что ли, совсем. И потом. Ну, ладно. Тут самую суть важно услышать. И я на это скажу чуть позже, отвечу. Под названиями биологов, зоологов и втюхивающие населению, что они должны отказываться от многого или фактически от всего, для того, чтобы стать сыроедами и поддерживать... Ну, совсем дебил. Значит так. Я эти вещи и разделяю, и не разделяю. И говорил это всегда в своих видео в разных. Во-первых, мне плевать, что я продаю, какая моя выгода и так далее. В том смысле, когда речь идет о правде. То есть, вот если сыроеднее веганство... Ладно бы я вот был сам не сыроедом. И только из-за того, чтобы продавать. А потом опять, что значит продавать? Мои, кстати, продукты покупают. В основном не сыроеды, веганы. Это разные люди, которые покупают для своих родителей, которые мясоеды не будут от этого отказываться. Это люди, которые больные им покупают и так далее. И, кстати, какие результаты-то насчет мошенничества? Давайте-ка посмотрим. Вот сейчас мы покажем, и я даже зачитаю некоторые письма, а бегло строчка еще большее количество. Когда люди, те, кто покупали то, что я им рекомендую, это имея определенные болезни, состояния, либо просто для профилактики. И что менялось у людей? А коли это так, тогда что говорит этот мерзавец? Он просто злобой пыщет. И, естественно, после того видео, когда я мордой ткнул его, в его же невежество глупость. Ну и теперь не оставлю это видео спокойно. ...образ жизни, например, тем, чтобы покупать у них биологические добавки и различные продукты. Само по себе вот это заявление, конечно, злокачественное. То есть никому нельзя советовать то, что ты пробуешь на самом себе. Я в этом абсолютно убежден. Каждый отдельный... А что, можно советовать то, что ты пробуешь на других или что? Я советую и не то, и не то. А то, что есть истина. То, что есть правда. То есть если фукус, вот он показал, то это единственный продукт, действительно, вот в этой гелеобразной форме, когда усвоение микро- и макроэлементов идет близко к 100%. То есть там именно соотношение минералов полное, аналогичное, фактически, плазме крови. Почему? Потому что в воде, морской воде, есть практически все минералы. Не практически, а даже все. Причем это соотношение близкое к плазме крови. Человек это знают, ученые, медики. Это, собственно, не новость. И морские водоросли впитывают эти минералы, они состоят из них. Но человек не может усвоить эти минералы в полной мере, тем более, когда у него дефицит. А это у мясоедов в основном у них дефицит минералов. Поэтому я советую его не веганам, сыроедам, а всем людям. И в первую очередь мясоедам, вареноедам и так далее. Уже здесь противоречие. И да, это единственный простой способ в современном мире, когда почвы бедны, а значит плоды бедны минералами. Восстановить свой необходимый потенциал, вот этот баланс микро- и макроэлементов, это самый простой и лучший способ. И после этого у гигантского количества людей идут и излечения, и улучшения состояния здоровья и так далее. Вот давайте покажем конкретно, коли уж он про фукус показал, про фукус, что пишут и говорят люди. Давайте, послушайте. Давайте я зачитаю два письма, таких показательных, не самых, уж не буду совсем чудеса зачитывать. Подробнее можно, под видео будут ссылочки даны, я там в общем-то опубликуем большее количество отзывов, разнообразных совершенно о фукусе, да? И о фукусе с чем-то еще, когда люди комбинировали. Так вот, два примера. Значит, это либо отзывы в ютубе под разными видео, либо у меня на сайте надгар.ру по продуктам разделе отзывы. Значит, Татьяна Бородина заказала прибор генератора водорода недавно. Так вот, у меня мама пенсионерка уже 9 месяцев ходить не может. То есть может, но каждый шаг причинял боль. Говорит, что от колен и до щикалки все болит, икры в основном. Каждая ходьба была мукой, хромала уже. Она у меня курильщик и ест все подряд. Еще раз скажу, что подавляющее большинство людей, да, как я уже говорил, покупает у нас наши продукты, товары, препараты и так далее, для не только себя, но и своих родственников, желая их оздоровить. Кто на себя крест поставил, положил, кто ест все подряд, то есть, соответственно, мясоеды и так далее. И вот вам просто типичный пример, которых просто тысячи, а не сотни. Вот дальше продолжаю. Ест все подряд, даже не так, по сути, ест исключительно мертвую еду и даже не тушеные пареные овощи, а каждый прием пищи с животными продуктами и за один раз с разными видами. Ну ужас очень. Так вот, заставила ее по утрам пить воду эту, то есть из нашего прибора генератора водорода с фукусом, причем по одной столовой ложке в день. А не как описано, что по две-три в день, причем, да, товарищ, сразу скажу, две-три утром в день, огромные три столовые ложки с верхом и вечером на ночь две уже с меньшим верхом. То есть она ела там раз в шесть меньше, может в десять, потому что обычные ложки без больших верхов и всего одну. И ожидал улучшения через, ну, месяц, а результат пришел через четыре дня. Теперь она в шоке, мама в шоке. Говорит, не хожу, а летаю, и, мол, не может поверить, ходит и прислушивается к каждому шагу и удивляется, что нет боли. И это уже как неделю-полторы. До этого, говорит, не было такого, чтобы хоть два дня подряд не было боли в ногах. То есть поразительно быстро действует. Сама не верю еще, жду отката. Ну, просто, может быть, кому-то будет полезен. Такой результат почти мгновенный. Ну, имеется в виду, женщина, видимо, что такой вот пример, да, для других будет полезен. И да, говорит женщина в заключении, мама у меня не верит во все эти темы. То есть не могу списать на плацебо. Ну, и давайте вот еще вот такой пример я приведу. Не буду его, наверное, с самого начала читать, потому что неудобно про себя такое. Ну, там слова, можно сказать, восхваления есть, так можно сказать. Ладно, пишет женщина. Анна Белякова. Лично мне это принесло столько блага, ну, мои лекции и так далее, что я не знаю, каким размером должно быть мое спасибо. Ну, как минимум, я постоянный покупатель и так далее. Я сейчас хочу рассказать про фокус. Летом прошлого года у меня случился перелом стопы. Я на сыроедении, признаться, не без срывов, но тем не менее, два с половиной года. И, конечно, во время восстановления и сращивания перелома я не ела никаких створогов. А зато я подтянула в свой рацион самые-самые суперфуды, которые только знаю. Много-много зелени, особенно сорняков, ну, спирулину, маки, кунжуты, семена имеется в виду, и фокус. И вот фокусы я тогда ела, наверное, пять банок друг за другом. И потом еще, когда сняли гипс, я съела еще пять банок. С ногой у меня все в порядке. Все заросло и прекрасно восстановилось. А недавно я заметила, что у меня исчезли седые волосы. У меня их было немного, я еще не так стар. Но факт, они были, они встречались, то тут, то там, а сейчас их просто нет. Недолго думая, я поняла, это фокус на сто процентов, потому что до этого я его никогда не покупала, только собиралась пробовать. Ну, а дальше пишет она, что остальные, она всегда это все принимала, изменилось только то, что стала принимать фокус. Вот дальше она пишет, но это очень важное следствие, так как седина в традиционном мире считается необратимой. Так что фокус это волшебник, рекомендую. Ну и так далее. В общем, скажем так, я надеюсь, что не найдутся такие мерзавцы, которые всех людей считают подонками. Меня, может быть тех, кто, как им кажется, это написал за кого-то, я никогда в жизни не просил никого написать. Я вам более того скажу, что были случаи, когда мне предлагали, ну, чтобы не компрометировать людей, не буду говорить по каким направлениям, давайте мы вам дадим отзывы о товаре, чтобы лучше продавалось и так далее, напишем. Я говорю, в смысле, то есть не конкретные люди, нет, но это же примерно такие же, как другие люди писали. Там я говорю, нет, стоп, это категорически мне неприемлемо, и я к этому отношусь очень жестко. Категорически нет, все, что, вот есть отзывы, которые и на нашем сайте надгар.ру, разделе отзывы, и везде под, там, видео и так далее. А сколько мне лично на почту пишут. Вот я очень жалею, что многие интереснейшие примеры я удалял в свое время. Вот я сейчас стал просить своего программиста копировать, сохранять эти письма по разным направлениям. У меня есть письма от врачей и биологов. У меня есть очень, к сожалению, много в свое время тоже, вот я говорю, убрали, так сказать, выкинули, да, в электронном виде стерли. От различных священслужителей, в том числе сафона, ну, там, по другим темам, по растениям, по моей теме органического земледелия. Значит, у меня есть от излечившихся людей, да. Да, и давайте еще, вот то, что касается сочетания водородной воды с фукусом. Вот посмотрите сейчас маленький отрывочек, что человек нам сказал о своем случае, вот примерно подобном, когда комбинируются и фукусы, и водородная вода. То есть, усиливается действие в разы, лечебные действия, вообще любых, на самом деле, препаратов, продуктов, трав, то есть, тех веществ, которые содержатся. Потому что вода – это идеальный растворитель, а водородная вода с отрицательным ОВП – это и низким коэффициентом поверхностного натяжения. Это вода – идеальный растворитель. Вот, поэтому и неудивительно, что такие результаты. Расскажите, пожалуйста, вот то, что вы мне сейчас сказали, просто уже. В прошлом месяце я взял два таких, подарил маме, дочке, и где-то через недельку потом, почему запомнил 17 число, потому что как раз я через недельку позвонил, думаю, мам, ну как там? Я, кстати говоря, его взял и фукус есть. А, и фукус? Да. Мама говорит, я стеснялся, потому что мужчина из женщин, это потрясающе. Я давным-давно, но она очень дружит с медициной, с этим конвейером смерти. Она очень много есть, таблеток, ну, в общем, у нее там 80 лет ей в этом году исполняется. Она мне говорит, я сидел тебе сказать, но говорит, я давно-давно, так не… Если раньше один раз в столе сходил, за три дня, вот сейчас каждый день. Ну, по-малому, так сказать, вот то, что… В большом. А, вот даже так. И по-большому. По-малому-то, само собой, она говорит, просто прекрасно. Понятно, у нее с кишечником проблемы, так сказать. Естественно, естественно. Ну, там есть все подряд. Ну, понятно. Есть все подряд, и таблетки подряд. И, тем не менее, она ощутила сразу, да? Потрясающе. Я сам удивился. Почему я не сильно удивился? Потому что я сам, когда я одновременно взял этот порад, я выпил стаканчик днем, и черковый под стаканчик. У меня не было обычно ночью, я не состою в туалет, никогда, практически. А тут три или четыре раза, я сразу на ночь бегал. То есть, кучки сразу начали работать. Почему я потом у мамы-то и спросил? Она говорит, просто фантастик. Я говорю, я настолько благодарен, передай этому парню, где ты это покупил. Так, идем дальше. Человек может делать со своим телом все, что угодно, но нельзя ни в коем случае навязывать эту мысль, особенно говоря, я биолог, я знаю, что я говорю. Ну, покупайте у меня, то есть, этим самым человек манипулирует человеческим. Он совсем идиот, что ли? То есть, масла, мыла и прочее нельзя говорить. Да ну, ну тогда, Вася, скажи-ка, ты лучше к телевидению претензии предъявляешь, что какую там ахинею несут и что там рекомендуют покупать в этих многочисленных рекламах. Нет интереса? А почему ко мне проявился такой интерес? Да очень просто, потому что я просто открываю вот эту низменную сущность самого этого Старка, его глупость, его невежество и его нулевые этические стороны его сущности. То есть, во-первых, это, и во-вторых, всю эту дурь, которую он несет, поэтому взъелся, разумеется, и говорит здесь, ну что говорит, что-то обоснованное логичное, он что-то доказал? Нет, конечно, конечно, нет. Он что, вообще, вот нет, ну понятно, что здесь, в отличие от того, в кепке, разумеется, уже идет злобная, агрессивная ненависть, это понятно. Вот я сейчас зачитаю отрывок из книги, которая называется «Парадокс растения» автора Стивена Гандри. Кто это такой? Это кардиохирург с мировым именем, выдающийся трансплантолог, ну, диетолог в том числе, он входит в число лучших врачей Америки. Провел он самое большое количество в мире успешных операций по пересадке сердца новорожденным и так далее. Я думаю, тут дальше говорить нет смысла. Кстати, эту книгу я потом проанализирую. Так вот, в его русском варианте на странице 132, глава истории успеха, я зачитаю сейчас вам маленький абзац. Называется «Антибиотики вызвали болезнь Крона». Напоминаю, кто не знает, скажу, это такое аутоиммунное заболевание. Пишет он Сари, 71 год. Она 6 лет подряд принимала антибиотики в попытках вылечить запущенную инфекцию мочевых путей. У нее начались острые боли в животе, за которыми последовали кровавая диарея, сильная боль в суставах и артрит. Несмотря на отсутствие каких-либо желудочно-кишечных проблем в прошлом, внимание, да, колоноскопия выявила болезнь Крона. Но врач, вместо того, чтобы установить очередную связь, отправил ее к ревматологу, который порекомендовал лечение иммунодепрессантами. В скобках написано. Вы наверняка видели рекламу подобных препаратов по телевизору. Кстати, подчеркну, что не только по американскому, европейским телевизионным каналам, но и по нашим только чего не показывают. И в припрыжку, и в присядку. И красивые фразы, которые люди ничего не понимают, вводят в заблуждение. То у них там Крыма были с кислородом активным. Если бы это было правда, то люди бы старели бы быстрее. Какую ложь, за которую, кстати, судить надо, не показывают и не показывали и до сих пор. И это ничего, Старку на это по барабану. Ну, читаю дальше. К счастью, Сара отказалась от лечения лекарствами и вместо этого обратилась ко мне. И вот дальше он пишет, что он сделал. И он вылечил, правда, на это 6 месяцев понадобилось, тем не менее, даже вот это аутоиммунное заболевание. Что я этим хочу сказать? К чему все идет этот Старк? Он такой любитель тоже, там, и толерантность, и официальный. Все официальное ему нравится, медицина в том числе. Это прекрасно. Так вот, я к чему этот отрывок привел. Гигантское количество, тысячи, миллионы тому примеров, когда врачи ошибаются, когда у них профнепригодность, когда они советуют одно, они могут, имеют право. У них медицинские дипломы, потому они своим пациентам конкретные лекарства, а не биодобавки. Хотя и биодобавки, кстати, тоже врачи советуют. И сидят на этом, и проценты получают. И дело не в этом. Вопрос не в том, продает человек биодобавки или нет, а что это за добавки. Что это за продукты? Кстати, я не только добавки продаю, он показал про это. Кстати, масло тут причем, да, мыло, растительное, натуральное. Интересно, чего он против имеет масел. И они в официальных магазинах везде продаются. А фукусы, и он даже в Англии официально, в медицинских учреждениях по болезням ЖКТ в обязательном порядке применяются. И что дальше, он этим хотел сказать? Ну ничего, потому что, как всегда, эти люди низкого интеллекта, шипящие, рычащие, пыхчащие, они ничего сказать по сути не могут. Просто не способны в силу своих интеллектуальных, умственных повреждений, видимо, с детства или младенчества или еще по каким причинам. Так вот, поэтому, если врач, это не значит, что истину он речет и ошибок не делает. А теперь, дорогие друзья, давайте я зачитаю несколько отзывов от биологов, от врачей. Пишет Георгий, огромное благодарность за ваше профессиональное и грамотное сообщение о гельминтозах. За бесценную работу, которую вы делаете во благо просвещения населения. Являюсь врачом и поддерживаю ваше высказывание о крайне низкой настороженности коллег в плане гельминтозов, связанной с банальным невежеством в этом вопросе. Решив посмотреть новые материалы по паразитологии в русскоязычной литературе, в поиске вышел лишь на вашу лекцию. Удачи вам и так далее. А дальше я написал этому человеку, что рад, что доктор пишет, потому что для меня это всегда вдвойне. Ну, радостнее, что врачи есть неравнодушные. И вот пишет мне ответ. Благодарю, видел и другие ваши лекции. Просто в этот раз ввел запрос по паразитологии. И, как оказалось, вышел снова на вашу лекцию. Грамотная подача, адекватность, глубокие знания природы человека и всех физиологических процессов. Как специалист, получаю профессиональное удовлетворение от ваших лекций. И рад, что большое количество людей может получить данную информацию. Так, ну, дальше пишет очень интересное письмо один человек, Алекс. Зачем вы, мясоеды, здесь флудите? Я работаю в кардиоцентре. Стаж 22 года. Жена в онкоцентре. Внимание, в онкоцентре. Так что хочу сказать? Ни я, ни жена веганов, как пациентов, не видели за все время своей работы. Главное осознать, выбросить все, что учили и включить свою логику. Все. Ну, и так далее, и так далее. Их масса. И в свое время, может быть, сделаю отдельно рубрику, где буду публиковать вот эти разные отзывы, в том числе профессионалов. Это к тому повествованию о каком-то мошенничестве, о незнаниях и так далее, и так далее. Да, конечно, поражаешься, сколько же есть мерзавцев, негодяев, когда понимаешь, что они люди совершенно никчемные, совершенно нули полные. Они вот пытаются еще зляться, потому что уязвили их самолюбие, спокойствие их жизненное выбили из-под них, так сказать, вот рельсы, как бы. Да, и они уже не могут так легко катиться в своих наслаждениях и удовольствиях по жизни, и они злятся от этого. Так, теперь я зачитаю вам. Я приводил уже пример про Стивена Гандри. Это профессор, кардиохирург и трансплантолог, причем он еще и является иммунологом. Ну, поскольку, безусловно, у него рекорд мировой до сих пор не превзойден по успешным количествам операций по пересадке сердца новорожденным, то с иммунологией он не просто знаком, а является, кстати, разработчиком очень многих препаратов, методик, технологий и технологических приспособлений. Значит, что я хочу в данной связи сказать? А вот что. Когда-нибудь я расскажу все досконально. Я сделаю глубокую аналитику его трудов и в том числе книги «Парадокс растений». Ну, вот что в одной из глав на странице 292 он пишет в разделе «Насколько мало можно есть». Я зачитаю только некоторый абзац, что его один коллега по университету может ответить на вопрос по потреблению белка. И вот в своих исследованиях долгожителей адвентистов, а, кстати, я хочу сказать, что у них генетика не вырождалась, потому что они жили не только питаясь земли, они в основном веганы все, а образ жизни, труд. Ну, то есть все поколениями, как когда-то у крестьян русских до 19 века, да, передавалось неукоснительно, не сохранено. Было, по крайней мере, и вот в своих исследованиях долгожителей адвентистов и в своих исследованиях метаанализа, значит, шести других исследований, он показал, что адвентисты-веганы живут дольше всех. На втором месте адвентисты-вегетарианцы, ограничивающие потребление молочных жиров, потому что они там только сливки и, значит, вот жирные компоненты молока едят. А адвентисты-вегетарианцы, которые пьют молоко, идут на третьем месте, а замыкают этот рейтинг адвентисты, которые едят курицу или рыбу. Значит, продолжительность там жизни средняя, в общинах, я подчеркиваю, они те, кто в города уехали, за 90-95 лет. Что касается изучения других интересных, так называемых, голубых зон, это, так называемые, к ним относятся частично среднеземноморский тип питания, но со своими особенностями и про маленький городочек, скажем так, расположенный в континентальной Италии, около Неаполя. Потом, сейчас не будем создавать некий такой ажиотаж, и я потом подробно про это расскажу, но что скажу лишь пока, что количество столетних долгожителей и более 100 лет, там во много десятков раз, я подчеркиваю, десятков, больше, чем на Окинава. Вот про которое, так сказать, про это Окинава, про которое сейчас нам вот этот Сиплый Старк промямлил. В завершении хочу сказать, в завершении хочу сказать, что доктор во многих местах, многих главах говорит, что мясо и животный белок лучше вовсе не есть, что потребление белка и долголетие связаны обратно пропорциональной связью. Чем больше белка вы едите, тем, вероятнее всего, меньше проживете. Ну и про болезни и так далее. На самом деле, дорогие друзья, я хочу вам еще порекомендовать канал Александры Андерсон. Она очень разумная женщина, мать троих, по-моему, или даже четверых детей, и в том суть она знает несколько иностранных языков в совершенстве, и пытливого ума человека, она, скажем так, занимается изучением в том числе научной литературы, аналитики ее, и вот такие доказательные труды, да, то есть не только там Кэмпбелла китайское исследование, там и так далее, а, ну, десятки, если не сотни научных работ по ним может доказательно, и в своих видео она это делает, аргументированно показать всем желающим, в чем ошибаются те горлопаны, ну, не то, что как Старк, а как и в том числе вот этот Цицулин, кстати, она по нему два разбора сделала, да-да-да, не спрашивайте меня, я тоже сделаю, но потом времени, правда, нет на этот час, украдываю себе буквально минуты, чтобы вот это все записывать. Итак, главное, что вы посмотрите ее канал, не ленитесь, действительно найдете научную аргументацию, ну, и, конечно, с этической стороны и со стороны биохимии, потому что она изучает данные материалы очень серьезно. Ну, а теперь давайте так уж, больно сильно меня задел этот подонок Старк, который посмел на меня, не имея на то никакого основания, никакого права так клеветать гнусно, я все-таки приведу вам несколько примеров разных других людей, отзывы, которые я тоже опубликую отдельно по ссылочке под видео, Ну, давайте несколько про то, как мои методики, мой системный подход, который собрал воедино все стороны человеческой жизни в совокупности, когда я это поясняю индивидуально на консультациях, людям приносят свои результаты, причем какие? Ну, давайте несколько прочитаем. Пишет Андрей. Уникум. Лечу маму от рака. Женщину, имеющую сестру профессора медицины. Так сложно объяснить структуру выздоровления, но хорошо, хоть пошла на потребление грибных препаратов, ну, которые я назначил, поскольку я фунготерапевт профессиональный и имею на это право. Водородной воды не чурается. Доволен даже этому, хотя не полную систему она взяла. Врачи в изумлении. Почему не желтеет, ну, мама его, имея метастазы в печени, но верит врачам свято? Да, тем не менее, спасибо, Юрий Андреевич. Ладно. Теперь пишет дальше Диана. Вы просто гениальный человек, ну уж извините, я не люблю, но короткое письмо, потому что здесь выкинуть труд. Благодаря вам я с мамой вылечили папу от рака простада четвертой стадии с метастазами в костях. Огромное вам спасибо. Кстати, под моим, ну, что касается, по раку, это для меня наиболее интересная тема, так сказать, которую я давно, в общем, достаточно изучаю. И были вот такие же уникальные случаи, не единственные. То есть, вот когда женщина писала, я не помню, наверное, в блоге моем, юфролов.блог, много лет назад, женщина писала, когда была тоже четвертая стадия с метастазами в кости в мозг. Ну, это шансов, в общем-то, ноль, она полностью вылечилась, сама женщина это пишет. Жаль, что по раку, ну, может быть, один из ста излечившихся пишет. Почему? Ну, потому что люди боятся сглазить, и тут можно понять, особенно при такой болезни, когда панически все-таки вот этот, ну, не то, что страх, но вы понимаете, о чем я говорю, что тут пояснять. Не дай бог никому, и люди особенно к этому заболеванию относятся. Так, идем дальше. Хочу уж, извините, тут побольше вам привести важных, так сказать, писем, да, на эту тему. Давайте, я такие вообще, как вот, не буду зачитывать, типа, вот, один раз только скажу, что благодарю за ваш наиважнейший труд, бесценные знания, здоровья вам, простая, благодарю. Мне 63 года благодаря вашим видео, я 4 года на здоровом питании, и многие болезни 20-30 лет недавности ушли в никуда. Все, не буду таких тысячи писем. Давайте более серьезные, вот, подобные, которым я начал с чего, да? И это я обязательно зачитаю, Руслан Наумов пишет. Да, и, кстати, к чему я скажу, вот тут он чего-то там, во всем, некоторые люди пишут, сахарный диабет, вот, под моим видео известным, который там, сколько, 1,8 миллиона, по-моему, просмотров собрал, пишут. Это все фигня, это не лечится, иначе в Нобелевскую премию бы дали. Я, знаете, я поражаюсь, знаете, чему здесь? Ну, как можно быть такими глупыми в наше время? Вы что, думаете, все для нашего блага делается? Я, вы в каком мире живете? Я, знаете, вот, я просто, это либо люди глупы, я, все, я не буду про это говорить. В общем, письмо такое. От себя хотел бы выразить огромную благодарность за поддержку и такой титанический труд. Смотрю ваши лекции, внимаю. Низкий поклон, просто нет других слов. У меня после воды, ну, это водородная вода, имеется в виду, да, моих приборов, и суперфудов, которые я назначил, начались существенные улучшения. Я пока не хочу бежать впереди паровоза, но я не мог добиться ничего подобного другими методами. Это я еще не начал применять грибные препараты, пишет человек, когда еще, да. Доза инсулина на сегодня 2-3 единицы в день. Когда я начал свой путь 5 лет назад, это было до 60, перед началом работы с вами, это было 20-30. Начинаю искать, как сходить с инсулина аккуратно. Это невероятно. Ну, и дальше там пишет человек. В общем, понятно, это огромное количество людей, которые победили не только второй тип диабета, это вообще примитивно, это просто элементарно. А первый тип диабета? Ну, вообще, дорогие друзья, вот тут очень много интересных отзывов, которые я просто рекомендую. Потом посмотреть вот про маму одного человека, который 91 год, и, так сказать, как изменилось у нее, да. Кстати, очень много людей, кому за 90, кому, вы знаете, эти люди с мощнейшей генетикой, вот с мощнейшей, им бы очистить свой организм, напитать его дефицитными для них минералами и другими важными элементами, да. И эти люди способны прожить минимум 20-30 лет. Да, и очень много отзывов про растворение камней в желчном пузыре, кстати, некоторые тоже наглецы такие есть, вот пишут, что это, ну, по-хамски пишут, понимаете. Почему-то я иногда ругаюсь, вот, говорит, это, и так далее. Ну, потому что я знаю, что это правда, а человек просто нагло, что называется, в глаза говорит, как будто он знает, что истину речет и меня еще обвиняет, что я, так сказать, значит, получается негодяй-обманщик. Ну, как можно реагировать, зная, что это подло и низко и неправда, да. И главное, что он имеет в виду, так сказать, только то, что он в этом уверен, на этом основании он клевещет. Ну, вот, пример Юлия пишет, здравствуйте, по вашему методу принимали мед на голодный желудок, большие камни в поджелудочный, поджелудок, растворились за месяц. Врачи говорили, что их нужно только вырезать, очень благодарны вам. Ну, вот про бабушку, там, 7-8 лет, как там она сейчас, как космонавт в давлении, в общем, короче говоря, это я попрошу своего программиста сделать такой, знаете, посылочки, ну, как текстовые документы. И кто желает, там может просто-напросто, там большинство людей, ну, если это копируется под Ютуба, да, можно даже нажать что-то написать, где написано синенький, можно нажать мышкой и откроется, по крайней мере, их канал, да. Так, значит, что еще я хочу? Да, и мы будем пополнять этот раздел, я просто попрошу все-таки поискать. Вот, и вы, дорогие друзья, если даже не хотите, чтобы с именами было опубликовано, но вы можете просто прислать мне на мою почту, она будет тоже указана под видео, пожалуйста, значит, просто, то, какие у вас произошли изменения, как вы вылечились от того или иного. И присылайте мне, будем публиковать, если хотите, напишите, чтобы без имени было вообще, то есть, да, не по-английски, ник вот этот, не по-русски никак. Ну, мало ли вы хотите быть инкогнито, а если хотите, чтобы, так сказать, люди сказали, а, да, вот, видимо, это вот кто конкретно, ну, пишите, в общем, как удобно. Что я еще хочу сказать, подчеркнуть, безусловно, дорогие друзья, есть всегда ошибки у людей, у любых, по питанию, если мы говорим, и у мясоедов, а у них-то больше, и у веганов, и даже у сыроедов всегда есть ошибки. Ну, вот, иногда люди ударяются в крайности, при этом не учитывают определенные обстоятельства. Я имею в виду там отдельно фрукторианцев, и эта диета, возможно, тут есть определенные но. Все это я буду пояснять в своих лекциях, вот, разберу подробно эти нюансы разные. Ну, просто, что важно понять, что, вы поймите, вот есть истина, истина это законы природы, в данном ключе, о чем мы с вами говорим, как, что нам говорят законы природы в данном контексте. То, что любая пища усваивается всеми живыми существами на планете, только если клетка живая, то есть, не прошла термической обработки. Так есть, это просто факт. Все остальное это бред, это додумывание, это вера, это, как сказать, вот, желаемое за действительное выдавать. Ну, бог, боги, ну, кто во что верит, тут не надо полемики в этом вопросе. В любом случае, это факт, есть фактология, да, верь своим глазам. Мы можем что угодно говорить про там тысячи лет, про там какое-то приспособление, это все бред. Это, да, это в какой-то мере, конечно же, приспособление есть. Но генетика от этого или генетические изменения не происходят никакие, биохимия от этого никаким образом не меняется. Программа, заложенная в нас, она во всех единая, она тоже не меняется. Что касается видовой пищи, то для человека это, конечно, плоды, но тут есть тоже определенные нюансы, и надо пояснять. В идеале, говорю так, пока, кратко, потому что иначе лекция в три часа раздуется, я хочу сказать, что это, конечно, в первую очередь овощи, корнеплоды, безлектиновые плоды, семена орехи и так далее. И это, безусловно, зелень, это, конечно же, жиры, которые, например, да, отчасти содержатся в орехах, отчасти в, ну, предположим, в кокосовом, в других орехах, которые всем известны, грецкие там, фундук и прочее. Конечно же, жиры, которые содержатся в овощах, ну, таких как авокадо, хотя авокадо, в общем-то, можно назвать фруктом, не вопрос. То есть, живая растительная пища, плюс для современного человека, конечно, пищевые, органические, натуральные, веганские, так называемые бады или добавки со знанием дела, вот и будет и прекрасное самочувствие, и здоровье, и так далее. То есть, здесь нужно, во-первых, знание, и, второе, не лениться просто это применять. Потому что современные почвы бедны, я уже устал это повторять, но нет там всех минералов. Дефицит минералов вызывает замещение одних на других, возникают тоже ошибки, неполноценные те же белки строятся, синтезируются, и так далее, и так далее. Гормональные изменения, это в первую очередь за счет дефицита многих микроэлементов, и поэтому вот тот же фукус, который вот он так показал, это действительно необходимость, это самый простой способ в наше время, самый простой, решить проблемы с дефицитом микроэлементов. Макроэлементов, ну и макро тоже, что является решением пласта проблем целых, да, значит, ну и так далее, и так далее. То есть, я хочу в завершение что сказать, посмотрите просто мои лекции, изучайте, не ленитесь. Есть коротенькие, маленькие с ценными советами, есть длинные, но тоже очень важные, и, пожалуйста, посмотрите мои лекции обязательно, хотя бы такие, как дисбактериоз, да, полная версия 50-минутная, гипертония, часть вторая, зубы, система пищеварения, другие системы, если вас заинтересуют, нужно там по теме, кровеносные и прочее. То есть, вы можете просто даже набирать в ютубе фролов и какое-то слово, которое отражает там, например, что-то, да, ну, видео омоложение про Аннет Ларкинс. Ну, не один, конечно, таких много, идея, например, о сыроедении в последние годы, она распространена, и люди, скажем так, с особым складом психики, мягко говоря, склонны к экстремальным диетам. Ну, понятно, нет, на самом деле экстремальная диета это то, что большинству людей кажется естественным, это как раз мясоедение, потому что, есть очень хорошее видео, у меня можно посмотреть, там, ну, гениальные фразы Льва Николаевича Толстого в том числе, о предвзятости, зацикленности сознания и так далее. Гениальные мысли, послушайте, вот, не поленитесь это видео, потом, по ссылочке оно тоже будет, вот, которое сейчас вы видите на экране, и оцените. Ну, я не буду больше здесь ничего сейчас говорить, а вот тут что-то тут про меня еще в конце, по-моему, сказал, давайте посмотрим, потому что все это не ново, все это уже я отвечал на все эти умничания. Ну, на теме шлаков люди продали сотни книг, продолжают продавать... Да, молодец, показывает меня, я на теме шлаков ни одной книги не продал, потому что у меня пока нет ни одной книги, что касается шлаков и токсинов, здесь, собственно говоря, это не я выдумал, ни слова, ни термин, ни понятия, а исключительно это берется из медицинских источников, пособий, из биохимии, и, соответственно, ничего здесь нет удивительного и странного. Итак, давайте, дорогие друзья, подведем итог. Вот сколько еще будет таких мне писем, а вот разберите такого. Каждый день приходит. Ну, я на самом деле уже в своих 15 или даже больших видео, вот давайте так, у меня есть рубрика «Сосиска в голове». Уверяю вас, что в этих видео я подробно разобрал все визги и писки шмяканье всех тех, кто пытается что-то возразить, ну, у кого, мол, я и такие, как я, ну, образно говоря, выдирают кусок мяса изо рта. Ну, они так считают, им это понятно, совесть, так сказать, хоть как-то это подсказывает, они пытаются ее заболтать, уговорить и опровергнуть. То есть, естественно, я не слышал ни одного здравого, аргументированного, доказательного опровержения. И никогда не услышу, скорее всего, потому что их просто нет, по сути. Но, тем не менее, я допускаю всегда, я все допускаю. Такой вариант. В таком случае, если есть действительно научное, доказательное, пожалуйста. А то он был случай, например, когда мне один умник писал, потом даже видео стал, блогером его не назвать, так мелкий какой-то там, 10 тысяч, у него, может, меньше даже на канале, про минералы. Типа, что я говорю ерунду, что неорганические минералы не усваиваются и так далее. Тут я, значит, как-то взял, думаю, ну, я специально не буду рыться, время терять, меня нет, доказать ему, брать там справочники, пособия. Ну, я решил взять, методичку взял фирмы Solgar, это такая фирма, которая выпускает определенные БАДы, американская, кстати, фирма, которую проверяют, а их там шестрят там по полной программе. Так сказать, там слово не то, неправильное, но так в суд сразу. А вот это знают американцы, как никто другие. И поэтому там каждое слово, фраза выверено на 100%. Вот там я везде вижу. Везде, где продаются какие-то там кальций такой-то, магний и прочие любые минералы, везде пишут прям, внимание, у нас цитратная форма. Не карбонаты, а цитраты или там другая форма органических минералов, потому что, в отличие от неорганических, эти усваиваются там, например, на 38-45%, а неорганические всего на 3, например. Везде сплошь и рядом. Но нет же, этот умник аж с пеной у рта, не будем его называть, так сказать, выпендривается, что вот, мол, что я доказать чего-то там и так не могу. Ну, знаете что, вот сколько сотен и тысяч людей, которые будут пытаться чему-то возразить, потому что это противоречит их вкусам, а тут всё идёт от этого, от брюха. И что я каждому должен сейчас, да мне 10 жизней на это не хватит. Поэтому по мере возможности я, конечно, буду делать вот такие 2 в 1, 3 в 1, чтобы ставить на место взорвавшихся хамов и показать неучимым и глупцам их дурь. Я понимаю, что будут, безусловно, те фанаты вот этих идиотов смотреть и злиться, заходить, хаять. И тогда сразу предупреждаю, мне это так заколебало, потому что всё равно там ничего не будет аргументировано. Я нарочно оставлю несколько таких злобных всяких догенератских комментариев, а в основном буду их просто банить. Ну, почему я буду на это время терять и каждому идиоту отвечать? А если попытки будут какие-то аргументированных, просьб привести доказательства, это другое дело. Ну, тем не менее, поскольку я в своих видеох уже давно много чего доказал, то совершенно не собираюсь больше повторяться. А что касается того, что я занимаюсь бизнесом, ну так и что ж, да. Вопрос в том, и миллионы людей занимаются, и миллионы ваших любимых, ну не миллионы, там тысячи вот этих вот, кто занимаются там спортивными биодобавками в этой огромной индустрии качков. Ну и что? Они что не продают? Да там всё на этом основано. И что? Так возражайте им. Давайте им претензии предъявлять. Я, например, совершенно тоже справедливо советую людям, если по анализам у них есть дефициты каких-то элементов, тех же, например, жирных кислот, надо потреблять. Только я говорю, ну, если у вас этическая сторона вопроса стоит ребром, ну всё-таки, да, то, значит, не из рыб бедных, несчастных, а из растений. Такие альтернативные омега-3 тоже с полным составом, да, выпускают разные компании также. Витамин В12 надо? Надо. Есть органического синтеза? Есть. Я говорю, пожалуйста, есть. Надо потреблять дополнительно, если есть дефицит. И всегда говорил. Поэтому вот пытаются они найти какие-то противоречия, а их нельзя найти. И на поверку просто видно сразу, от чего идёт злобообеснование. Да, вопрос не в том, что человек продаёт что-то, занимается. Да, кстати, очень важный момент. Нет, об этом важно, я скажу. Я вот раньше, до того, как стал читать лекции о веганстве и сыроидении, даже до того, как я ещё веганом и сыроидом стал, я в том числе продавал. У меня был вид бизнеса, я его развивал параллельно с другими, по органическим продуктам. У меня было там и мясо, даже и рыба. Каюсь теперь, и сам себе, и, что называется, перед всеми. Было такое, я же не буду отрицать очевидное. Но когда я понял, осознал, что я не хочу участвовать в этом, и не буду больше к этому в жизни не прикоснусь, что я сам себя теперь до конца жизни буду, так сказать, за это корить, винить. Но что делать? Такова была жизнь, и было факт. Но я мог бы продавать. Я продавал, между прочим, тоже чёрную икру. Я делал и мог бы делать на этом деньги больше, чем сейчас на других продуктах. Почему я отказался от этого? Потому что совесть моя не позволила больше это продолжать. Много клиентов я из-за этого потерял. Я знаю таких людей тоже много, кто по этическим вопросам, по вопросам, когда это расходилось с их совестью, например, связанное с алкогольной темой, такие люди есть. Я снимаю шляпу, как в той рекламе сейчас, где Боярский рекламирует там что-то, смартфон. Снимаю, потому что, так сказать, да, уважаю людей за принципиальности. Любой порядочный человек, любого другого человека за принципиальность, за убеждённость, следование своего убеждений, которые основаны на чём-то порядочном, по крайней мере, будут уважать людей. Это естественно. И поэтому то, что я занимаюсь бизнесом этическим, помогая людям, а я мог бы заниматься много чем, я и занимаюсь другими направлениями. И мне это, на этом зарабатывать или на другом, я мог бы, и я много видов бизнеса начинал, и успешно, и занимался, я говорю, мистика, серьёзной аквариумными видами бизнеса, где я зарабатывал с одного элитного аквариума больше, чем там, например, за, ну скажем, неделю или месяц даже продажи там большинства продуктов. Так что, извините, и это точно не в мой адрес. Вот человек опять ничего не знает ни обо мне, никто я ничем занимаюсь вообще в жизни, но тем не менее утверждает, потому что у него есть стойкая в этом вера, потому что у него есть злоба и ненависть, потому что я ему показал, и другим, главное, открыл глаза большинству разумных людей, они-то уже их не закроют. И что из себя представляет это существо? Кстати, товарищ Старк, ну покажи свою морду-то, а? Слабо? А почему? Что за Старк? А может быть имя есть у этого Старка? Может фамилия, отчество? Так покажи. Где ты живёшь? Почему это нельзя знать? Ты какой умный больно. Ну, в общем, я таких вот подонков, конечно, ненавижу. И не потому, что про меня речь здесь. Если бы про другого человека так же, да, было бы, разумеется, я бы так же был совершенно негодовал, когда огульно охаивают несправедливо других людей. Вот. А именно незаслуженно, без аргументации, нелогично. Так что продавать не зазорно. Вопрос ещё в том, чтобы это было, пользу людям приносило, и чтобы это шло на благо. Например, то, что я делаю, строю заповедник, да, лесной, сохраняя редкие исчезающие виды растений, лес как таковой и так далее, и так далее. Это у меня в видео можно посмотреть. Об этом он не говорит, что туда львиная доля денег идёт. На другие проекты, на разные ландшафтные, биологические направления, на исследовательские направления, на создание новых видов продуктов, на... Собственно говоря, я живу идеями своими, я живу трудом, и не для своих наслаждений каких-то деньги не трачу. Я, например, в отличие от этого товарища Старка, даже на самолёте куда-то за границу ни разу в жизни не летал. И, собственно, не потому, что это и не кичусь, я тебя просто не хочу. И не считаю это нужным. Я лучше время на более полезные вещи потрачу. Я не сиборит, не паразит, в отличие от этого Старка и других подобных им. Это паразиты. Бездельники, тунеядцы такие вещи. Конечно же, говорят в основном. Это те, кто не могут реализоваться в другом. Я многократно, мне не надо самоутверждаться, я уже давно всем давно доказал, когда общался, что называется, и до сих пор общаюсь на равных с разными там, кем угодно, и сильными мира сего, как говорят, с депутатами. Он там и на Рублёвке ездил, так сказать, к таким людям, которых вы видите постоянно по телевидению, общался с ним, отстаивая свои убеждения, открыто, в глаза, не боясь обидеть кого-то. Когда я одной депутату тоже Госдумы, женщина, неважно, говорил прямо, что она дружила с Говорухиным, тогда он жив бы ещё был. Я говорю, я скажу честно ему в глаза и вам сейчас говорю, что я считаю его негодяем потому, хотя бы потому, что он открыто говорил, когда в Госдуме обсуждались вопросы по запрету курения в общественных местах много лет назад, лет 10, наверное, или больше. А он сказал, Говорухин, открытым текстом, это можно в интернете найти, что этот закон, запрещающий курение в общественных местах, идиотский, и я его буду нарушать всяческими доступными для меня мерами. Это почти дословно. Я сказал, это подло, потому что человек, люди другие, тоже имеют право и в первую очередь не страдать от дури другого человека и не быть обкуренными. И это право он этим попирает, это депутат, это подлость. И вот я всегда был бескомпромиссен везде. Не дадут мне люди соврать, кто меня давно знает, то, собственно, неважно, выгодно мне это, невыгодно, потеряю я от этого крупного там заказчика, ну, раньше, когда занимался другими видами, в том числе строительством, мне на это наплевать. У меня обостренное чувство справедливости, я отвечу всегда, я не буду молчать. И неважно, потеряю я на этом или нет. То есть для меня принципы важнее денег. Ну да, я деньги зарабатываю, я их не как самоцель вижу, а как средство для достижения моих целей, проектов, и не более того. И, собственно говоря, что вот этому товарищу Старку не нужны денюжки, или кому-то еще они всем нужны, вопрос только в том, на что. И действительно на что тратят. Одно дело, как Сиборит живет, паразитируя на теле земли и народа, и ничего не делает, прожирая, проедая, я нет. Так что не имеет права бросить камень в мой огород, в этом смысле, вот это мерзавец. Так что все, что я говорю, да, я за это отвечаю, это правда, и, собственно говоря, никто никогда не сможет меня подковырнуть и справедливо в чем-то упрекнуть. А если было в чем-то справедливо, или что-то я был, так сказать, как-то поступал неправильно в жизни, так я всегда в этом признаюсь. Мне, кстати, даже, вот знаете, вот интересно, а многие люди, вот зарабатывая деньги, и большие, и там, или средние, неважно, какие-то деньги, вообще вот пускают эти деньги, ну, примерно на то, на что я. Вот мне просто интересно. Это место того, чтобы поддерживать людей, кто стремится что-то сделать не только для себя и для других, есть же вот негодяи, которые пытаются вот показать, и, знаете, есть такие люди, которые пишут, типа вот, барыга или что-то такое. Знаете, я поражаюсь. Вот, кстати, хоть бы знали, вот таких людей я сразу дебилами называю, потому что они именно дебилы, потому что вообще хоть понимали бы, о чем говорят. Барыга даже, это не тот, кто, например, что-то оптом закупает и в розницу продает, а тем более уж не тот, кто производит, а я в том числе производитель, хотя и торгую товарами других производителей. Нет, барыги это те, кто перепродавали, вернее, просто продавали краденое, поэтому извините меня, но давайте договоримся и в дальнейшем. Себя я менять не буду, я буду людей называть таковыми, какими они являются, то есть вещи называть своими именами, без прекрасности, без толерантности, прямо и открыто, честно, как говорится, глядя в глаза. Очень было бы интересно с этим Старком так вживую пообщаться. Ну, конечно, понятно, он в Германии, я в России. Кстати, говорят, что этот Старк ненавидит Россию, ненавидит русский мир, хотя сам русский почему-то вещает на русскоязычную аудиторию. Вот таких подонков двуличных я тоже ненавижу. Это существо тут поставило такую надпись на четырех кадрах, взятых из моих лекций, где продукты я определенные показываю, людям рассказываю. Пишет он следующее. Все, кто толкают свой продукт и зарабатывают на теме, это что за было поганое? Я что-то не понял. Все, вот все, что вы видите по телевидению, на билбордах, растяжках, смс-рассылках, интернет-рассылках, везде все продают. Вот все, вы же ходите в магазины, покупаете хоть что-то, одежду, то, все, так они все толкают свой продукт везде, по всем, от средств массовой информации до всех рассылок, наклеек, пицца там где-нибудь в подъездах, в лифтах и люди это покупают. Так не доверяйте им, ни у кого ничего не покупайте. Это что такое вообще? Это вот каким надо быть олигофреном конченным, чтобы вот такой вот пицца я просто поражаюсь. Да, теперь по поводу того, что любой ценой зарабатывать, что за бред? Уж ко мне-то это нельзя. Знаете, сколько я людей нахрен посылал? Клиентов. Клиентов посылал. То есть, казалось бы, если бы деньги любой ценой, главное заработать, я бы этого... Клиент всегда прав, говорят, а я бы клиент не всегда прав. Кстати, насчет вот этого выражения клиент всегда прав. А вы клиенты, я этим людям говорю, вообще за человека считаете? Вы считаете, что клиент это тоже человек? Они говорят, странный поставок вопроса. Конечно, да, естественно, я говорю, как так? Подождите, а человеку свойственно заблуждаться, ошибаться? Да, конечно, свойственно. Так вот, и клиент, значит, колен человек, может ошибаться, значит, клиент не всегда прав. Понятно? Так вот, поэтому у меня всегда позиция очень жесткая на этот счет. Деньги всегда на втором месте. Но я продаю товары, за которые отвечаю, я продаю товары качественные, мне не стыдно за эти товары. А напротив, и нормальные, порядочные люди как раз пишут, и давайте, вот пусть мой помощник сейчас покажет те адекватные письма людей, которые, соответственно, как раз говорят, что не слушайте этих идиотов и не переживайте, близко к сердцу не берите. Злятся эти сволочи всегда почему? Зависть, ненависть, потому что они понимают, что их укоряют в том, в чем они ничтожны и низки, и так далее. То есть, всегда причины подлинненьких, низких человечков, а тем более, те, кто вообще скрывается за непонятной личиной, старку, на еще голос, то ли такой идиотский, прокуренный, прошмаленный, пропитый пивом, либо это вообще, собственно, какой-то измененный, чтобы не узнали. А че ж ты себя, сволочи, не хочешь показать, боишься чего? Что ж такое, рожу-то свою не покажешь, и кто ты такой, Вася, Петя? Это вообще низость какая. Ну вот один из последних примеров. Ладно, имя не буду называть, в общем, меня зовут, пишет письмо, такая-то, являюсь вашим клиентом и слушателем лекции. И пишет, когда-то я брала на ярмарке продукцию, вы позволили себе выразиться сильно резко насчет моей бабушки, которая сомневалась в лечебном действии ваших препаратов, там про настойку строчковую речь шла. Я назвал ее, она пишет, сильно я ее скорбил, очень сильно назвал странной. Мне это, мягко говоря, неприятно, и с тех пор я у вас ничего не беру. Я хочу, чтобы вы извинились, пишет она дальше. Возможно, вас задевает, когда кто-то сомневается в ваших товарах, но это, замечу, очень правильная позиция. Не верь на слово, а проверяй. Ну и как она, интересно, проверит? Все равно все упирается на слово на самом деле. Как она проверит? Да, ну и тогда, да, рассуждать начала. Если я скажу, что ваши родители странные, потому что они воспитали вас так... В общем, начала меня учить и так далее. Значит, дальше пишет, что в целом хочу сказать, что у вас очень хорошие лекции, но слишком много вы оскорбляете людей. Меня это очень сильно отталкивает. Какая ранимая душа. В свое время у Германа Стергова брала продукцию и как раз перестала брать из-за неуважительного отношения к людям. Во-первых, у него к людям не ко всем уважительное, неуважительное отношение, но действительно процентом, наверное, к 90, а может даже к 95. У меня так наоборот, наверное, к 5 только. Дальше. Вашу продукцию я брать хочу, как и слушать лекции, потому пишу для прояснения ситуации. Нет, уважаемая Э, вы не пишите для прояснения, вы пишите ясно, чтобы что-то я за что-то извинился, когда было год назад, а может и раньше, что я, естественно, абсолютно не помню ситуацию конкретно, а то, что я странной бабушку назвал, так сказать, это... Ух, это сильное оскорбление. Ну, в общем, была переписка, так сказать, я адекватно ей все ответил, она там мне трактат целый написала, я, в общем, написал ей, так вот, вы больше никогда, во-первых, не покупайте мою продукцию, я вам никогда ее не продам, в черный список занесу, в-третьих, значит, никогда мои лекции не смотрите, на пользу они вам не пойдут, и так далее, только не, мол, это сделайте честно и не обманывайте в этом смысле себя, по крайней мере, будьте честны, если вы такая принципиальная. В общем, что я этим хотел сказать? Иногда бывают у меня такие случаи, когда действительно я бескомпромиссно подхожу к вопросу, к любому, даже, не важно, выгодно мне это, я об этом и не думаю, потому что для меня вопросы эти всегда вторичны, а вопросы принципов на первом месте. И я с порядочными людьми, с нормальными людьми всегда говорю, это все знают, адекватно, хорошо, порядочно, с уважением, неважно, кто что ест, для меня это вообще на втором месте в разговоре с людьми на любые разные темы. Но что касается надменности, хамства, выпендрежа, глумлений там различных и так далее, или когда люди из себя представляют именно что быдло, я совершенно адекватно с быдлом и общаюсь. И давайте я такие примеры сейчас просто приведу. Вот пишет один товарищ под одним из моих видео, где я все четко обосновал, ну, не важно, а он пишет, мясо жрать просто необходимо, остальное херня. Ну, что можно сказать, не назвать его быдлом, конечно, нельзя, он быдло. пишет другой человек, Александр Баодянский, а тот был Александр Лукьянов, ну, не важно, а растениям тоже больно, и это доказано. Если растительное царство не может демонстрировать свою боль, это не значит, что оно не испытывает боль, страх. Что тогда есть? Лев убивает антилопу, и все, и ест. Все мы части пищевой цепи, и все взаимосвязано, человек всеяден. Взять строение зубов, кишечник, уровень паш, ну, дальше там начало опять рассуждать, таким людям скидываю, как правило, чтобы дать ему возможность все-таки понять. Я ему скидываю обязательно мои лекции, те, которые я советую посмотреть. Я прям их копирую там, и в порядке 1, 2, 3, даю посмотреть. Ну, насчет этих растений тоже больно, это известная дешевая отговорка, чтобы жрать кишки, разрывать, проливать кровь, и так далее. Для них это одно и то же, что лист растений срезать, что яблоко с дерева, ему, наверное, больно, страшно снять, ну, и что горло вскрыть, овечки, абсолютно одно и то же. Вот не дебилы они, скажите, конечно, дебилы. А мне еще не говорят, что они дебилы после такого. Если человек молчит, ничего не говорит, так я не скажу ему. Ну, значит, спросят, отвечают, они же мне предъявляют, и я им, соответственно. Такой товарищ зовут большой буквы Х, два маленьких Х, потом большой Х, два маленьких Х, и цифра К2. Гениально. Что он пишет? Акснитесь, животные, растениям тоже мыслящие, разумные существа, только что у них глаз нет, и кричать не могут. Вы их убиваете и жрете? Чем вы отличаетесь от тех, кто убивает и жрет мясо? Не извращенцы ли вы сами? Подумайте. Вот надо было бы ему написать, соответственно, но я ему написал, а для вас уже есть видео, ответ. Мясоеды успокаивают себя и этим. Вот. То есть, вот такой я злой и мерзкий. Теперь, Афоня пишет, какие вы все утонченные в 21 веке. Убить, чтобы выжить, это у нас в генах. Секундочку, а вы что, убиваете сейчас, ну, поедая котлету, поощряете это убийство другими, перекладывая на них то, что вы должны были сделать? Это в генах у вас? Ну, так иди, режь и жри прям так. Ага, дальше пишет. Наши предки этим занимались миллионы лет, ну, прям, миллиарды. Только сейчас нам не нужно убивать, за нас делает промышленность. Ах, ты какой подлец. То есть, за них это промышленность делает? Ну, то есть, другие же люди, промышленность, другие же люди. Про это я все подробно в «Сосиска в голове» говорил, вот в своей рубрике, и там было первые две части, где про таких лицемеров и негодяев я очень подробно все ясно выразил. Ну, в общем, понятно. Другой пишет. Валентина Мамонтова. У растений тоже есть душа, они тоже чувствуют боль, когда их рубят, там, уничтожают, они даже за соседнее дерево чувствуют боль, когда его спиливают. Что тогда об этом рассуждать? Да ничего, просто брать тогда со спокойной совестью, коли так, и глотку животным переразать, и сжирать мясо. Тогда, видимо, так, по ее мнению, вот на сколько же идет. Или один пишет. Как вы можете пить кровь несчастных помидор? Это к я, к веганам. Очнитесь, будьте честны с собой. И так далее, и так далее. То есть, все, знаете, какие подонки есть? Пишет дальше. Акулина, Микулишна. Круто. Лицемеры это вы. Стали веганами на мамином молоке запретите грудное вскармливание новорожденных, кормите сразу капустой. Вот не дура ли? Это что? Значит, что Коле молоко животных пить неестественно. Она делает вывод, что и мамино молоко, мол, тогда тоже неестественно по логике веганов, и тогда это запретите сразу капустой. Речь идет про извращение законов природы. Мамино молоко пить жизненно необходимо, это законы природы. Но потом, после маминого молока, теленок, козленок, ягненок и человеческий ребенок должен переходить на видовое питание, которым вид питается всю жизнь. У всех животных он есть свой вид. Потом молоко пить, это извращение. И тогда здесь как понять вот эту ахинею аллогичную, которую она якобы тут смешала и якобы нет в этом вообще никакой противоречия. Новорожденным молоко грудное необходимо. Капуста здесь ни при чем. Это было просто. Я поражаюсь. И дальше. В наших продуктах веганских сейчас только отравы, сколько в мясе, только дураки не понимают. Нет, дураки как раз, вот она дура и есть. Она же пишет про дураков, не понимает. Вот она дура, потому что не понимает, что мясо, то есть как раз накапливает в себе те продукты, в том числе токсичные, которые животные в свою жизнь ест. Это внутренние органы, конечно, в первую очередь, особенно печень накапливает, но и в том числе ткани. Потому что в экологии, наука такая есть, которая изучает взаимоотношения организма между собой, с окружающей средой, и над организмной системой различных уровней, как раз про пищевые цепи, сети. Так вот, что энергии уменьшаются на каждом этапе от продуцентов к консументам, к потребителям, а количество токсичных веществ накапливается. Поэтому хищники в большей степени травятся, которые едят мясо животных, тем, что животные, те, которых они едят, получили свой организм токсичного. Ну и дальше разные идиотские и прочие идут рассуждения. Так вот, от человека письмо такой оригинальный достаточно. Вот это такое, знаете, вот прям, ну вот честно и в этом смысле хорошо. Но, в общем, пишет человек. Ну я вот, когда похудеть хочу, всегда подписываюсь на канал Юрия Андреевича Фролова, сразу чувствую облегчение, улучшение, но мясо пожрать, то все равно охота. Так что, когда сбрасываю килограмм 30-40, я снова отписываюсь от канала Фролова, чтобы не мешал. Видите, как хорошо, это как в том произведении, что зачем ты пришел мешать нам. Животные продукты кушать приятно, правда потом, в животе хреново, да не только в животе, изжога, шумы и так далее. Ну ничего с собой поделать не могу, ем пока не растолстею. И так по кругу лет пять уже, привык уже, однако. Что я на это ответил человеку? А я ответил, и какие ваши дальнейшие планы на будущее? Ну и пишет человек, план похудеть пока со 100 до 60, а там видно будет. Да, я пишу, помните о последствиях от потребления мяса, более серьезных, нежели ожирения, это онкология. Человек пишет, спасибо, отразляющая мысль, не могу сказать, что я во всем с вами согласен, не буду лукавить, но в целом содержание калала я одобряю, и далее буду следить за обновлением. Ну, это все хорошо, конечно, только вот, видимо, опять жажда шквары пересилила разум, и человек вроде понимает, а все равно слаб, но хоть признается в этом, в общем-то, и хорошо, как я отвечаю, адекватно этому. Ну, а вот вам письмо Рустама Абдулаева. Люблю сосиски и сиски, веганы пошли в жопу, ясно вам? Ничего страшного от мяса нет, все нужно компенсировать свежими овощами и кушать в разумных количествах. Кто это? Быдло конченное. И я, естественно, мягко так и говорю, быдло конченное. Это адекватно? По-моему, абсолютно. А вот пишет православный некто, я тебе не верю, верю только Богу. Ты хочешь без мягкого знака, ешь две буквы без мягкого знака, бананы, ету твои проблемы, а не животные. Что хочу, то ем, я царь природы, мне все позволительно, пишет человек. Вот такому в морду я бы лично дал бы очень сильно. Ладно. Дальше. Я ем мясо три раз в день, полет нормальный. Ну, это без ответа осталось, по-моему. Дина Лебедева. Ха-ха. Кстати, я почему решил вот это сейчас сказать? Вот слушайте. Здоровые деревенские жители, говорите, все мои бабушки и дедушки всю жизнь прожили в деревне на всем своем, натуральном. Мясо, яйца, молочка. Так они ничем не отличались в плане здоровья от городских жителей, при том, что не пили и не курили, кроме деда по отцовской стороны. Бабушка письма писала в 50 лет. Здоровье плохое. Что поделаешь? Старость. Больные суставы, камни в почках, плохое зрение и все умирали от инсультов. Кроме того, самого деда, который умер от рака, легких, ну, который курил. И остальные деревенские жители, по моим наблюдениям, абсолютно здоровьем не отличались. И это все стереотипы. Очень правильно. Человек написал здравое письмо, что, собственно, у людей есть такое, представьте, чем это как интерес, когда об этом пишут городские. Ничего, всю жизнь вон ели, и все здоровые в деревнях были, уже даже сами не жили, а так вот мечтают. Но знаете, что меня бесит в этом? А то, что они знают, что проживут всю жизнь в городе, но это пишут якобы в доказательство про деревенских. Сами-то не будут там жить, но тем не менее, что ты тогда идиот это написал? Он что, не идиот человек? Вот к чему он это тогда написал, который живет в городе, работает в офисе или там еще где-то, или ноготочки стрижет, а дальше, так сказать, упивается той мыслью, успокаивается, что, мол, вот, жили в деревнях, ели все натуральное и ничего, мол. А ты ешь, конечно, из пятерочки или там еще откуда, химию ешь разную и дышишь прекрасным городским воздухом из магистралей, да, автомобильных, и, мол, это ты как-то себя, вот, знаете, вот где здесь какая-то логика, ее нет. Ну, ладно бы человек, так сказать, промолчал, или вот как тот человек сказал, ну, да, слаб там, и вот такой я человек, мол, и хочу пожрать это. Ну, я тут что могу сказать честно, по крайней мере, человек сказал, если он честно, не лукавит, не подлечит, не хитрит, то тогда и реакция будет абсолютно адекватной, я же не буду его за это ругать, что он-то, по крайней мере, честно сделал. А тут вот как, значит, некоторые, да, вот человек правильно написал совершенно, подметил то, или все экологически чистое, но поскольку вот такое питание, так так и есть, а что вы хотели по-другому, чтобы было? Это ваши фантазии, дешевые отмазки, отговорки, вы хотите так себя успокоить, это нечестно. А вот еще очень интересное письмо, интересно как на него ответить. Люди, не слушайте этого на язычника, идите в храм и с образованным батюшкой разговариваете. То есть, батюшка, который объяснит доходчиво, биологически аргументированно, что жрать трупы животных можно. Дальше она пишет, Господь разрешил, вот оно, да, Господь разрешил вкушать, главное, вкушать мясо. Для чего вкушать? Чтобы человек не стал идолопоклонником и не приравнивал человека с животным. Вообще, что, дебилы совсем? Так, тут в каждой строчке дебилизм. Во-первых, про батюшку, который все будет знать, образованный. То есть, это прям вот меня уже раззадоривает. Теперь, Господь разрешил вкушать мясо. То есть, раздирать кишки, проливать кровь, жрать трупы животных, я думаю, это не Господь разрешил, а совершенно другое существо. Потом, чтобы человек не стал идолопоклонником, просто убивать животных не надо. Здесь не в идолопоклонничестве речь идет, а что не надо проливать кровь неповинных животных и жрать их трупы. И совершенно никак здесь друг с другом это не связано. Какие-то выводы идиотские приравнивать, причем тут это разные совершенно существа, как можно приравнивать. Но живые сравнивать в этом смысле можно. И кровь есть, и боль есть, нервная система есть, и жить они хотят. В этом смысле сравнивать можно и нужно. Дальше, Господь назвал чистых животных, а, то есть, еще одни чистые, другие не чистые, которых человек имеет право вкушать главное. Да хрен вам в рыло. Вкушать они будут, жрать вы будете, а не вкушать. Сейчас столько мусора в интернете, будьте разумным. Вот это вот правильное, единственное, что тут было сказано Мариной Федоровой, что будьте разумными. Только сама Марина Федорова не является разумной. Да, и вот тут я и грубо ответил, естественно. Ну, а как иначе можно ответить на такое. Вот, поэтому я сейчас стараюсь что делать? Я стараюсь просто сейчас удалять идиотские комментарии, хотя некоторые на самом деле вот здесь вот себе копирую, чтобы потом про них тоже что-то сказать. Или вот письмо из-под видео про дамочку психолога, психотерапевта, где я просто ясно доказал по трем как минимум моментам, что она врет или абсолютно некомпетентно, когда она аминокислоту белком назвала, когда она сказала, что этой аминокислоты нигде в растительных продуктах нет, а это ложь, и я доказал, это можно по таблице медицинским просто сравнить, проверить и так далее. Да, и вот что пишет одна, казалось бы, ну, все понятно, доказательства предельно понятные пишет одна, а, или он, ну, по крайней мере, написано Виталий по-английски О-С-В-Т. А рыба, по-вашему, животное? Спрашивает она. А мне хочется разозветь, а по-вашему, рыба не животное? Я, ну, по крайней мере, образование ноль. Ладно, дальше идем. Все правильно, женщина говорит. Ты что, дура? Как она правильно? Я объясню, четко, доказал. Ну, нужно на белое сказать, что черное, и кто-то скажет, все правильно, он говорит, дальше. Ограничение мясных продуктов, то есть нельзя ограничивать, приемлемо при определенных хронических заболеваниях, при отказе приема мясных продуктов возникает анемия, падает гемоглобин, да идиотка, возникают психические расстройства, но у вас уже есть вот то, что видно, что логически мыслить не может и несет бред. Почитайте, почему в крови присутствует белок. Охренеть. Также говорит, почитайте, почему в крови присутствует белок. Белок в крови присутствует, потому что Аминокислоты и белки отчасти в кишечнике всасываются, как и любые другие питательные вещества, в кровь. А кровь является жидко-соединительной тканью. И она переносит эти аминокислоты и другие питательные вещества к каждой клеточке нашего организма. Дальше она пишет. Белок удерживает жидкость в крови. Это пипец вообще-то. Жидкость в крови удерживает стенки кровеносных сосудов. Дальше. Женщина рассказывает спокойно, уравновешенно, а вы в агрессивной форме. Во-первых, я там очень в мягкой форме. Это я сейчас в агрессивной относительной форме говорю. А потом, какие вы интересные. То есть, если человек просто доводит своей тупостью, идиотизмом, глумлением над здравым смыслом, то все равно надо относиться уравновешенно и спокойно. А хрен вам там. Ну сейчас прям. Или так, как же вам, чтобы вот идиотам было понятно по-другому. Ну давайте будет тогда вот маньяк, насильник, где-то убийца рассказывать что-нибудь. Так, знаете, спокойно и уравновешенно. Как он насилует детей, как он снимает штаны, ну то есть и так далее. Как он режет потом пальцы, кровь пьет, там еще что-нибудь. Он будет спокойно-спокойно. Я буду просто, говорит, эту тварь повесить надо, так далее. А мне кто-нибудь скажет, такая же вот идиотка. А что это вы так? Ведь мужчина рассказывает спокойно и уравновешенно, а вы так в агрессивной форме. Какие же дебилы есть. Просто. Но есть и другие люди, кто все прекрасно понимает. Вот, например, человек написал один. Вы очень нежно к ним обращаетесь, дебил. Совершенно правильно. И потому что всему есть пределы, адекватность во мне всегда есть. И я абсолютно адекватный, более чем адекватный. Я даже более того скажу, что еще раз повторю. Когда такое подобное пишут, я очень часто пытаюсь еще, хотя это бессмысленно объяснить. А потом вы понимаете, что такое, когда сотни таких пишут? Понимаете, насколько это вообще, собственно, труд? Можно, конечно, все это забросить, плюнуть на все. Дел других у меня куча, но, собственно говоря, вот зачем я это борюсь? Из-за получения прибыли какой-то, что ли? Да нет, я же этим самым, правильно, многих от себя оттолкнул, наоборот. Даже кто такой? Вот фи, такие дамочки, которых, ой-ой, ранили душу их нежную, утонченную, что я к кому-то грубо отношусь и говорю грубо, да? И что тогда? Это для бизнеса выгодно? Нет. Так тогда что же вы, этот ми подонок Старк, так хитро, нагло пишет, что, мол, вот, мол, продает, все ясно, бизнесмен. Какие же дебилы есть все-таки. Вася Кот. Вот, хорошо, что хоть по-русски пишет. Ну, я этого козла, естественно, заблокировал моментально, а скопировал два его, две писанины, было больше. Ну, естественно, его это разорвало, когда он там услышал, что, значит, почему, для чего и как мясо, почему есть нельзя и так далее. Пишет, ты вумник, вумник, расскажи, без запятых, без нюансов, ну, это понятно. Расскажи, чего люди мрут с голоду в Африке миллионами. Там шо, травы мало? Такой жалостливый спаситель коров. Поедь в Африку, спаси тысячи детей, накорми их травой. Ты же дебил, тут просто говорить даже нечего. Марина Ком по-английски. На букву Х заканчивается на букву Я. Х Я полная. Я ж, ну, без мягкого, разумеется, знака. И пей, если хочется, и все. Выдумывают отскуда уме, а потом вешают лапшу на уши. И вы говорите, что еще людей обижать, оскорблять нельзя. А почему же меня они имеют право оскорблять? Или вы считаете только выражение, кстати, я матом не ругаюсь в интернете, по крайней мере, не пишу, не говорю. А дебил там и прочие аналогичные термины – это не мат. А они что, не оскорбляют вот этим? И не только меня, а разум человеческий они этим не оскорбляют. Так вот я за разум человеческий, за справедливость и за законы мироздания им очень мягко и отвечаю, как правильно один человек сказал, очень мягко. Решил маленький такой еще кусочек дописать, да? Просматриваю в моих комментариях к роликам на ютубе. Я сам, кстати, отвечаю, пишу. Пока еще силы на это нахожу и время. Так вот, под моим видео о кофе, где я подробно четко объяснил, доказал, что происходит при жарке кофе-зерен, какие вещества образуются, как влияют на здоровье, пишет некий роман Гринниук. По-английски написано. Моя мама никогда не пила кофе и ушла в 62 года. Вот, знаете, вот что с людьми происходит? То есть, что он этим хотел сказать, я не прав, потому что, что кофе вредно, потому что вот мама не пила и ушла. Хедрена вошь. А тысячи других причин их нет? Или что я сказал? Только одна причина? Я что, в этом видео... Вот посмотрите это видео, и кто-нибудь найдет хотя бы фразу, которая бы оправдывала такое письмо, что, дорогие друзья, есть единственная причина болезни, проблем, так сказать, и раннего ухода из жизни. Это кофе. Если я такое сказал, ну, я не знаю, я так конченый дебил. Ну, я вроде не такой, и такое, поэтому не говорил. Знаю точно, проверить легко. А вот кто этот человек, который вот это написал? Вы знаете, сколько вот таких людей пишет? Ну, я ему написал культурно. И что? Вот что, мол, этим хотите сказать? Вот что? Как правило, на это уже не отвечают. Видимо, понимают немножко, что они вот чушь сморозили. Или человек органический, как бы, действительно по глупости написал, но бывают тут разные. Вот представьте, с чем мне приходится, как говорится, иметь дело, да? И как? И они еще говорят, что нервный или что-то такое эти, там, в кепке и так далее. Ну, что, идиот, что ли? Ну, вот как это может быть, да? Так, ну, ладно. Ну, или вот тут же дальше вот решил еще одно. Некой по-английски Сара Татимова. Три, прям, аж, знаете ли, под роликом о соде, где я все рассказал основное, да, кратко о соде, и предложил соду химически чистую, которую я больше года искал, поставщиков нашли, вот стали продавать, и видео я снял. Бизнес-болтовня. Стоп, конкретно, что? Ну и что? Что же бизнес-болтовня? То, что я продаю, и что это значит? Что я, что говорил до того, как я предложил покупать соду у меня, и эту соду у меня. Это я, значит, говорил неправда? Где здесь, как? Логика нет, доказательства нет. Дальше она пишет. Второе письмо. Если у кого деньги куру не клюют, то покупайте за доллары бизнес. Ужас. Ну, без запятых, без ничего. То есть за доллары бизнес ужас. Ладно, хорошо. Что ужас-то? Что ужас? Злоба берет, что, значит, дороже, чем наша сода за три копейки отечественная. Так, понятно. Дальше пишет. Он проталкивает свое. Да, а я что, должен чужое проталкивать? Какие же идиоты, господи. Это просто нет слов. Или вот прелестное письмо Наталье Суркову, слава богу, по-русски, под видео о кофе. Очень люблю кофе. Организм требует, значит, ему это надо дать. Информация, ознакомительный вывод, сколько людей, столько и мнений. Хочется сказать грубо честно. Скажу очень мягко. Вот вся ваша оправдалка идет от того, что вы вначале, вот в самом верно, правильно написали, честно, очень люблю кофе. Но только от того, что вы очень что-то любите или хотите, это не означает, что должно все дальнейшее, то есть здравый смысл, логика, так сказать, подвергаться просто уничтожению. Организм требует, значит, это надо ему дать. Ну, а у героинового наркомана организм требует, причем так требует, что кожа из вон там лезет, сухожилия трескаются, кожа лопается и так далее, да. И что, ему тоже надо героин дать? Ну, надо дать. Значит, у алкоголика, алкаша, ему так требует организм бухла, значит, надо дать и так далее. И будем перечислять дальше. Что за бред? Ну, что за бред? А извращенный организм, больной организм, то, что требует, чтобы не сдохнуть последней какой-нибудь дозы или наркотической отравы, без которой он не может, потому что, так сказать, допустим, идет сигнал в мозг от того, что вы приучили к организму, к чему-то. Это что, значит, что это хорошо? Нет, не значит. Информация не ознакомительная, информация доказательная. А вывод, не сколько людей, столько и мнений. А думать надо башкой и не плыть на поводу своих прихотей, а только у разума, абстрагируясь от желаний, а, так сказать, здраво мыслить и, напротив, быть сильнее. И чтобы привычки о вас разбивались, а не вы погрязали в них и тонули. Ну, кто-то может подумать, быть может, новые какие-то зрители, случайно попавшие на канал, что вот, как много мне всего такого пишут, может, я, так сказать, что значит может. Вот, я, так сказать, зачитываю к слову. А на самом деле, вот даже по лайке, дизлайке, большинство людей-то их подавляющее не ставят. Но даже те, кто не поленится, ставят, а злобные, подчеркиваю, всегда ставят. А те, кому понравилось, далеко не всегда. И даже, несмотря на это, под всеми видео, ну, практически под десятками последних, 95, 97, даже 99,1, вот есть процент, например, пальчиков вверх, то есть лайков. Так что большинство-то людей поддерживает. Ну, есть и такие. Я просто описываю, меня очень страшно бесит, когда люди не развиваются, а наоборот, как бы, так сказать, поощряют в себе невежество, деградацию и, вот, ну, скажем, полное разрушение, так сказать, каких-то разумных, нравственных и иных возвышающих человека начал. Ну, и в завершении, что хочу сказать. Безусловно, будет еще очень много умников, и эти еще что-нибудь начеркают и так далее. Разумеется, и интеллектуально, и информационно, и так далее, и так далее. Тягаться со мной они, конечно, не в состоянии, эти старкие кепки, но будут гадить, безусловно. В этом я не сомневаюсь, потому что они полны желчи, зависти, злобы и так далее. Естественно, они будут выставлять это как-то иначе. Но поскольку я знаю, что за мной правда, то, разумеется, для меня это не имеет никакого значения. Для вас, разумных людей, полагаю, ну, уж тем более после сегодняшнего вот этого объяснения, тоже это, так сказать, не имеет никакого значения. Однако и дальше будет много разных умников, много разных таких так называемых блогеров, которые будут вещать о пользе мяса. Они будут склоняться в сторону кето-диеты, даже палео-диеты, я в этом не удивляюсь, превознося этот божественный продукт, как говорил Бронштейн. Мясо, ради которого мы и живем, собственно говоря, вот все сводится к этому. Ну-ка, давайте сейчас покажем, и я последние слова скажу в завершении данной лекции, что же сказал академик Бронштейн, медик, насчет мяса. Не надо охаивать то, что изобрело благодарное человечеству. Мясо – это гениальная вещь. И нельзя никак, и не надо порочить этот изумительный продукт, ради которого мы живем. Это первое. Ну вот, вы, собственно говоря, слышали. Вот это, на самом деле, единственная доказательная база, в кавычках говоря, что все эти умники говорят. Все идет от брюха, на самом деле. Мозги заклинены у них от брюха. Поэтому у меня есть такая рубрика «Сосиска в голове». Дорогие друзья, посмотрите обязательно. Вот у кого есть еще какая-то вера в мясо, сосиска в голове. У кого есть протесты, ну если вы честны. То есть протест вроде бы есть, больно много информации у вас, так сказать, на основе веры, правда, а не знаний, которая вам как бы диктует мясное поведение. Но, если вы все-таки хотите из плена иллюзий выбраться, хотите не верить, а понимать, знать свой организм, как все устроено, логику и так далее, пожалуйста, посмотрите вот эти все мои лекции из рубрики «Мои сосиска в голове». И я надеюсь, что сосиска из вашей головы у вас испарится, выпадет, улетит и больше ее там не будет. Ну, а лучше будет только вам от этого. Будут еще многие умники. Очень вас прошу, не присылайте мне ссылки на всяких разных не пойми кого. Ну, правда, вот все уже я, по-моему, изложил. Но если будет что-то, что я вообще нигде не излагал, тогда, пожалуйста, давайте. Но посмотрите, не поленитесь перед этим. Все на моем плейлисте моего YouTube-канала, который называется «Сосиска в голове». Если вы там не найдете, тогда пишите. Поберегите тоже и мое время. Помните, что каждая минута, отнятая, допустим, у меня на неважный какой-то вопрос или просто на то, что вам лень где-то что-то у меня изучить, посмотреть. Поймите, что это будет время отобрано у каких-то людей, у кого действительно есть серьезные проблемы со здоровьем. Потому что время ограничено и мои силы тоже не безграничны. Но, пожалуй, наверное, на этом все. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Желаю вам здравомыслия, долгой, счастливой жизни для всех хороших, порядочных, нормальных, как говорится, честных людей. До свидания, до новых встреч, до новых видео.